Добрый день, уважаемые коллеги! Вас приветствует Дворец детского и юношеского творчества Выборгского района Санкт-Петербурга. Меня зовут Наталья Евгеньевна Степанюченкова, я заместитель директора по информационно-методической работе. Сегодня в рамках городского семинара, посвященного цифровым решениям в дополнительном образовании, педагоги и методисты нашего дворца продемонстрируют вам различные цифровые инструменты, которые, по нашему мнению, будут полезны при различных формах обучения, и очной, и заочной, а также при реализации программ с использованием дистанционных технологий, как в синхронном, так и в асинхронном формате. Надо отметить, что сегодня это приобретает все большую актуальность и популярность, и поэтому мы надеемся, что эти материалы будут вам полезны. Обращаю ваше внимание на программу нашего семинара. Сегодня я вначале представлю вам несколько полезных ссылок, а затем нас ждут интересные мастер-классы, и перечень их достаточно разнообразен. Мы с вами познакомимся с конструктором сайтов Тильда, узнаем, как с ними работать, как грамотно создать собственный педагогический сайт, каким требованиям он должен отвечать, чтобы быть и полезным, и интересным и родителям, и детям, и педагогам. Рассмотрим вариант проведения занятий с использованием онлайн-конференции в сервисе Zoom. Затем познакомимся с опытом разработки цифрового учебно-методического комплекса с помощью QR-кодов. Разберем возможности различных Google-сервисов в организации дистанционной работы с учащимися, а также познакомимся с еще двумя сервисами, это Learning Apps и Quizzes для проведения викторин и опросов. Вот такая обширная программа нас ждет сегодня, а в конце вебинара пройдет небольшой опрос в Google-форме по итогам нашей с вами непосредственной работы. Отмечу, что все материалы, презентации будут доступны на сайте Дворца Выборгского района в разделе «Мероприятия для педагогов», а также в группе ВКонтакте «Методическая служба ДДЮД». Ссылки уже будут у вас на ваших почтах. Начинаем наш вебинар, и позвольте мне кратко представить те полезные ссылки, которые мы собрали для вас. Сегодня очень много информации о различных сервисах, позволяющих работать в удаленном режиме, и вот наиболее актуальные для дополнительного образования, по нашему мнению. Во-первых, конечно же, это информация, которая расположена на сайте страницы Комитета по образованию. По этой ссылке опубликованы презентации вебинара об использовании дистанционных технологий в реализации дополнительных общеобразовательных программ. В рамках этого вебинара был представлен опыт городских учреждений по организации обучения по программам с использованием дистанционных технологий. Самые интересные, самые востребованные сервисы представлены в этих презентациях в достаточно таком большом объеме. Второй сайт, на который мы предлагаем вам обратить внимание, это сайт РУЦОКа, в рамках которого, вот он называется, обучение с применением дистанционных образовательных технологий. Представлены материалы вебинара онлайн-марафон решений по организации обучения с применением дистанционных технологий. Третий сайт, это городской проект цифровое образование новый вектор развития дополнительного образования. Обращаю ваше внимание на вебинары, которые позволяют полностью разобраться, наверное, в том, что же такое электронное обучение, что же такое обучение с использованием дистанционных образовательных технологий, в чем разница и как непосредственно в дополнительном образовании реализовывать и то и другое. Ну и одна из заключительных ссылок, но не последняя, может быть, по своей значимости и интерес, это группа методической службы дворца, в которой мы оперативно публикуем самые интересные подборки и в том числе цифровые практики наших педагогов и других педагогов, а также различных университетов, которые сейчас оперативно собирают для организации удаленной работы и реализации программ дополнительных, основных в удаленном режиме, да, с использованием дистанционных образовательных технологий. Вот, наверное, ключевые вот эти ссылки, потому что информации сейчас действительно много, она разнообразна и в ней можно, наверное, даже уже запутаться, но тем не менее призываем вас все-таки не переборщить с этим, а использовать два-три сервиса, но уже вот наращивать в них свои компетенции и использовать их умело. Этого вполне достаточно, чтобы реализовать программу в полном объеме. Плюс к этому мы еще оставили здесь несколько слайдов с общими подходами к организации электронного дистанционного обучения, согласно информации, опять же, на сайте Комитета по образованию Санкт-Петербурга. Здесь представлены основные элементы электронного дистанционного обучения, то есть, что это, да, какие-то конкретные сервисы. Опять же, уделено внимание организационным формам учебной деятельности, какие это могут быть формы, да, и как они могут быть, вот здесь даже есть комментарии относительно художественной направленности, ну, наверное, потому что она самая масштабная. И также мы обращаем ваше внимание на виды учебной деятельности, которые могут осуществляться с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, а также необходимое сопровождение и в каких режимах оно может осуществляться. Обратите внимание, что это как онлайн-работа, так и оффлайн-работа, к чему относится проверка тестов, контрольных работ и различных видов текущего контроля. Ну что ж, эта информация останется у вас, вы можете к ней еще несколько раз обращаться, это такая своеобразная памятка. А я сейчас передаю слово моим коллегам, которые, собственно говоря, проведут эти мастер-классы, и я надеюсь, они будут вам полезны, а затем мы с вами встретимся снова в Google-формах уже. Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня на вебинаре мы рассмотрим такой современный цифровой инструмент в работе педагога как персональный сайт, и в первой части будет немного теории, мы остановимся на том, для чего вообще педагогу сайт, каким он может и каким должен быть, и с помощью каких ресурсов можно создать свой сайт. Вторая часть будет практической, я более подробно расскажу и покажу, как работать в одном из популярных конструкторов сайтов Tilda, и у вас будет возможность детально познакомиться с его интерфейсом. Для размещения актуальной информации в связи с участниками образовательного процесса педагогик, как правило, использует три основных инструмента. Это сайты, мессенджеры и социальные сети. И сайт занимает среди них особое место, так как своими преимуществами способен перекрыть недостатки остальных. По поводу создания и ведения сайтов существует много разнонаправленных мнений. Например, есть мнение, что сайты, его создание, ведение — это непосильно сложная трудоемкая работа, что это очень тяжело освоить, требуют специальные какие-то навыки, большое количество времени. И мнение противоположное этому, что сайт облегчает работу педагога, технологии создания сайтов, они, в принципе, доступны, и их можно довольно быстро освоить. И если кому-то на данный момент ближе первое утверждение, я постараюсь в течение занятия вас в этом переубедить, потому что на самом деле, затратив время один раз на создание сайта, вы сможете сэкономить много времени и ресурсов в дальнейшем, поскольку это достаточно удобный и функциональный инструмент организации и деятельности педагога. Сайт педагога может быть направлен на различную аудиторию, и для того, чтобы сайт был наиболее эффективным, наиболее соответствующим вашим целям, нужно определиться, какая аудитория будет приоритетной, потому что от основного адресата зависит подача материала и структура сайта. То есть будет ли ваш сайт больше как копилка разработок, тогда ваша основная аудитория будет это коллеги, соответственно, язык и подача материала будут несколько иными, чем если бы это был сайт, который предназначен для учащихся, для дистанционной поддержки образовательного процесса, и также эти сайты будут отличаться от, например, портала, где будет представлена деятельность у вашего объединения. В принципе, ваш сайт может содержать и всю представленную информацию, однако все равно стоит определиться с какой-то приоритетной вашей целью, которая будет главной идеей вашего портала или сайта. Соответственно, вся информация должна быть структурирована таким образом, чтобы быть более понятной и доступной именно для вашей приоритетной аудитории. Существует множество рекомендаций и замечаний при создании сайта. Они в основном касаются структуры, то есть она должна быть понятной, не содержать каких-то логических противоречий и позволять пользователю сайта легко найти всю опубликованную информацию. Также стоит придерживаться единого стиля, не стоит использовать большое количество разных шрифтов, то есть все должно быть выдержано. Обращать внимание также следует и на грамматику, то есть проверяйте информацию на наличие ошибок. Сайт не должен содержать неработающие ссылки. Первая страница, которую вы ставите главной, она должна привлекать пользователя оформлением и в то же время помочь легко сориентироваться и найти нужное содержание. Здесь также важно, как я уже сказала, учитывать аудиторию, то есть если вы определитесь, для чего вам сайт и какой ваш основной адресат, то, соответственно, ваша первая главная страница, она должна быть рассчитана именно на этого адресата. К примеру, если ваша основная цель — это создание какого-то сайта или портала для дистанционной поддержки образовательного процесса, то эта страница, она должна быть направлена на ваших учащихся. То есть учащимся должно быть понятно, как, куда перейти, что сделать, и она должна быть... То есть материал должен подаваться понятным для них языком. Также важнейшее правило, которое связано с размещением текста на странице сайта, это обязательно дробление его на небольшие абзацы, блоки, расстояние между ними. Это сделано для удобства структурирования информации, чтобы она легче воспринималась. И также важно учитывать, что информация на сайте должна быть индивидуальной, то есть если вы используете какие-то тексты, которые скопированы из интернета, необходимо указывать ссылки. Также желательно указывать на ссылки, на используемые фотографии или картинки, если вы берете их из каких-то источников. Как сейчас создавать сайт? Один из самых простых способов создания сайта самостоятельно — это конструктор сайтов. Он представляет собой редактор, в котором есть множество шаблонов и блоков, и мы их можем структурировать, добавлять, изменять по своему желанию. Как правило, в таких конструкторах интуитивно понятный интерфейс. Конечно же, требуется время, чтобы там разобраться, как и в любой программе. Но в целом все довольно доступно. Если вы владеете на хорошем уровне компьютером, то я думаю, что вы с этим довольно быстро можете справиться. Существуют различные конструкторы сайтов, и у них есть у всех как преимущества, так и недостатки. Но основное преимущество этого инструмента — здесь не нужно учиться программированию. То есть в основном они представляют собой редактор блочного типа, то есть там добавляются блоки, которые можно редактировать, менять по типу, как в PowerPoint или в программе Microsoft Word. В основном такие конструкторы имеют бесплатный доступ, только где-то он полностью бесплатный, а где-то есть расширенный пакет функций, которые подключаются уже на платном тарифе. Но, как правило, у них у всех существует возможность попробовать все функции бесплатно в течение определенного времени, и в принципе их достаточно для того, чтобы вести персональный сайт-пендагога. То есть, в принципе, платный тариф он и не всегда нужен. Например, какие есть конструкторы сайта? Первый и самый, наверное, простой — это Google сайта. Для него будет отдельная презентация с инструкциями. Он полностью бесплатный, и его плюс в том, что он интегрируется со всеми сервисами Google. И также есть три похожих конструктора — это Wix, Flexby и Tilda. И сегодня мы как раз рассмотрим подробный редактор Tilda. На мой взгляд, он наиболее прост, функционален и наиболее удобный из представленных. Там также, как я сказала, существует как бесплатный тариф, так и полная платная версия, в которую можно подключить также свое доменное имя. Но на тестирование всех функций дается определенный период времени. На Tilda — это две недели, и затем они становятся более ограниченными. Также основное преимущество этого конструктора состоит в том, что здесь не нужно отдельно настраивать версию сайта под мобильный телефон, то есть не нужно отдельно настраивать мобильную версию. Tilda подстраивается под телефон сама, то есть вам достаточно создать просто макет сайта на своем компьютере, и уже сам этот редактор подстраивается под вариант использования на планшете или на мобильном телефоне. Никуда все это не съезжает, остается примерно в том же виде, удобном и доступном. На слайде вы видите пример сайта, который был создан с помощью конструктора сайтов Tilda. Можно отсканировать, например, QR-код, который вы видите на слайде, и с телефона прямо сейчас посмотреть, как же устроен этот портал. Этот портал мы создали командой методической службы нашего дворца. Он предназначен для педагогов, и это такой своеобразный банк полезных материалов. Там можно найти много информации, которая поможет в работе. Можно посмотреть его структуру, познакомиться примерно с тем, как это может выглядеть, и далее мы подробно остановимся на том, как можно создать похожий портал. Итак, перед вами пример алгоритма работы по созданию сайта. Вначале необходимо выбрать конструктор сайтов, посмотреть примеры сайтов, которые можно сделать с помощью этого конструктора. Затем мы разрабатываем структуру портала, какие у нас будут страницы, какова будет их структура. Далее мы систематизируем материалы, которые мы хотим разместить на этих страницах. Размещаем потом их в электронном виде на Google диске или на Яндекс диске, например. Далее занимаемся непосредственно наполнением портала, то есть создаем страницы, размещаем материалы, подкрепляем какие-то материалы, публикуем страницы. Если речь идет о платном тарифе, то мы подключаем домен. Если мы пользуемся бесплатным тарифом, то в таком случае доменное имя мы не подключаем, а оставляем доменное имя, где будет указано то имя, которое вы зададите, и дальше просто будет написано .tinda.vs. То есть в этом ничего критичного нет, просто будет вот такая особенность. И в дальнейшем уже после того, как мы разработали структуру, создали страницы, опубликовали их, наполнили наш сайт, мы занимаемся его продвижением, то есть мы рекламируем его где-то в социальных сетях, размещаем у себя в группе, либо если это портал для коллег, где, например, вы хотите поделиться вашими разработками, как-то обменяться опытом с коллегами, то вы продвигаете его, соответственно, в среде своих коллег. Каким же должен быть сайт? Мы уже немного останавливались на основных рекомендациях, но в целом три такие основные позиции, которые должны быть очень хорошо проработаны, это дизайн, понятная навигация и контент, то есть содержание наших страниц, содержание нашего сайта. Что касается дизайна, то он должен быть, как я уже говорила, адаптивным, то есть чтобы на смартфонах отражалось все как положено, ничего никуда не съезжало, и структура страниц была такой же, как и при отображении с ноутбука или компьютера. Также дизайн должен соответствовать тематике, опять же, мы уже немного на этом устанавливались. Если это портал, который представляет деятельность педагога, как профессионал своего дела, и если вы размещаете на нем свои разработки, то дизайн должен быть так же соответствующий, и если вы размещаете какую-то информацию для детей, используете свой сайт для дистанционной поддержки образовательного процесса, то дизайн должен подходить для аудитории учащихся. Это все должно объединяться в какой-то единой концепции, то есть должны быть подобраны хорошо очень цвета, структуры макетов страниц, шрифты, фоны и так далее. И как раз большинство конструкторов, которых мы упоминали ранее, они позволяют реализовать удачный дизайн без особых проблем, и также, как я уже упоминала, тильда как раз таки позволяет автоматически подстроить ваш сайт, страницы вашего сайта под смартфон или под планшет. Отдельно настраивать вам это не придется, в этом ее плюс. Что касается навигации, то структура вашего сайта должна быть такова, чтобы посетитель мог без труда найти нужную информацию, либо это решается добавлением строки поиска. То есть в поисковую строку пользователь может ввести интересующее ключевое слово, какое-то, например, или фразу, и в случае, если вы используете конструктор сайта в тильда, то без труда найдется нужная информация на его страницах. То есть либо мы очень хорошо изначально перерабатываем понятную структуру, либо если вы сомневаетесь, что какую-то информацию можно бы легко найти, то просто можно добавить строчку поиска. Также, что касается контента, то есть содержимого сайта, это основной и, наверное, ключевой все-таки элемент, ради которого люди могут захотеть посетить ваш сайт. То есть это материалы, которые должны быть уникальны, уникальны, это должны быть либо ваши какие-то авторские разработки, либо вы должны обязательно указывать ссылки на источник, если вы пользуетесь какими-то сторонними ресурсами. Они должны быть соответствующими тематике вашего сайта, опять же, много раз уже повторялось, соответствующими аудиторией. То есть язык, подача материала, изображение, вообще общая структура и концепция, все это должно быть направлено на основную приоритетную аудиторию, ради которой, собственно, и создается этот сайт. И также стоит обратить особое внимание на качественные изображения и тематические видео. Это тоже часто привлекает внимание. Если та информация и тот контент, который вы размещаете, будет уникальным, качественным и соответствующим вашей целевой аудитории, то у вас получится очень хороший сайт, который будет способен решить множество задач педагогических. Далее мы перейдем к практической части, где я более подробно познакомлюсь с интерфейсом конструктора сайта в Тильда. И прежде чем мы к этому приступим, я хочу обратить ваше внимание на то, что непосредственно разработчики этого портала создали очень много инструкций, как в текстовом виде, так и есть много вебинаров по работе с таким инструментом. И также в конце презентации я дам ссылки, где можно скачать наши инструкции, которые мы разрабатывали по работе с этим инструментом. До начала работы с конструктором сайтов вы можете ознакомиться с примерами сайтов, которые были с помощью него созданы. Также можно познакомиться и с нашим порталом, о котором я говорила, образовательный портал EduHacks. Про них в презентации можно нажать на ссылку, открыть его и посмотреть его структуру. Он создан с помощью как раз-таки этого конструктора. Вы можете увидеть возможности его. И можно также распределить примерную структуру, если вы хотите создать свой сайт, то есть заранее посмотреть, какие это могут быть разделы, как-то себе наметить, какое у вас будет меню, какие будут страницы, какую вы хотите размещать там информацию, примерно схематично. И также не лишним будет заранее подготовить все материалы в электронном виде, например, добавить в облачное хранилище, с чем это связано? С тем, что если вы выберете все-таки этот конструктор сайта, то наиболее полные возможности в бесплатном доступе будут ограничены сроком 2 недели. То есть Tilda предоставляет полный доступ сроком на 2 недели. Раньше это был месяц, к сожалению, сейчас мы уже этот период сократили. И в дальнейшем нужно, чтобы пользоваться полным функционалом, нужно покупать полную версию. На самом деле, для того, чтобы создать сайт педагогический, в принципе, эта полная версия, она, возможно, и не нужна, достаточно только бесплатной. Но, тем не менее, там очень много интересных возможностей, которыми было бы неплохо воспользоваться именно в течение вот этого периода, 14 дней. Но как раз-таки, поскольку он ограничен, я бы рекомендовала до начала работы как раз-таки примерно представить эту структуру сайта и хотя бы перевести ваши документы какие-то, то, что вы хотите там разместить, подготовить это все в электронном виде. Итак, с чего же мы начинаем нашу работу? Начинаем мы с создания учетной записи, то есть вы переходите на сайт tilda.cc.ru Блин, я неправильно сказала. Мы переходим на сайт tilda и далее уже начинаем создавать учетную запись, вводим имя, вводим электронную почту, придумываем пароль, нам на почту приходит подтверждение и далее мы действуем по инструкции из этого письма, переходим в нашу учетную запись. Сейчас мы немного познакомимся с интерфейсом этого сайта, то есть вот так выглядит сам сайт, нужно будет нажать на регистрацию, вы создадите свою учетную запись и когда вам придет письмо на почту подтверждения вашей регистрации, перед вами откроется ваш личный кабинет, вот ваша учетная запись, примерно так будет выглядеть, там будет уже страничка вашего сайта, это будет ваш проект или сайт, будет указан тарифный план, можно перейти посмотреть свой проймер, исправить там информацию, для вдохновения можно посмотреть, как я уже говорила, сайты, которые созданы с помощью этого конструктора, то есть для того, чтобы познакомиться с силовыми возможностями. Также есть справочный центр, о нем мы также более подробно дальше поговорим, где указано, как работать с этим инструментом, и много обучающих материалов, то есть там вплоть до того, что даже есть учебники, как продвигать сайт, советы по веб-дизайну, руководству уроки и так далее, то есть информации довольно много, и она доступна. Вот так будут выглядеть примерно странички, которые можно будет создать, нажав на вот эту кнопку, их также можно настраивать, на этом мы сейчас подробно останавливаться не будем. Добавлять новую страницу можно просто нажав на вот эту кнопку, и далее вам будет предложено при создании новой страницы либо выбрать шаблон из множества существующих, и его можно будет впоследствии менять по вашему желанию. Там будут блоки, которые можно наполнять, менять их содержание, менять их местами, мы подробнее в следующей части, я покажу, как это все выглядит. Либо можно создать чистого листа, скажем так, добавлять какие-то блоки тоже по своему желанию, то есть здесь возможностей для творчества много. Когда вы создадите страницу, выбрав, например, шаблон, то перед вами будет вот такой интерфейс, то есть здесь можно перейти в список страниц, перейти назад, обратно вернуться к панели управления сайтами. Страницу можно просмотреть перед тем, как опубликовать, то есть вы видите в начале страницу в форме редактора, а затем можно посмотреть, как она будет выглядеть для пользователя. Также есть настройки, карта блоков, меню пользователей, то есть где-то более подробно с этим можно познакомиться в справочном центре, а мы рассмотрим, как создавать блоки и как наклонять их. Вот таким образом также будут выглядеть блоки на странице. Добавляются они с помощью вот такого плюсика, который есть между блоками. И будет открываться библиотека блоков, можно перейти в полную библиотеку или же добавить, вот как я показывала, с плюсика. Библиотека блоков представляет собой слева вот такое небольшое меню, где блоки сгруппированы. И нажав на какую-то группу, можно увидеть примеры этих блоков. То есть вот здесь они будут отображаться, как это будет выглядеть. Это можно внутри менять, то есть всю эту информацию можно, например, вот это вверху удалить, что-то оставить, что-то изменить, сделать побольше, поменьше. Этих блоков, их очень много, они спроектированы, как я уже много раз говорила, таким образом, что добавляя их с компьютера, они будут подстраиваться под вид как телефона, так и планшета. И для того, чтобы их изменять, не нужно быть дизайнером, программистом, то есть это все меняется просто кликом. Вот, например, здесь представлено многообразие блоков, это текстовые, в галерее, плитки, ссылки различные, то есть дальше мы чуть подробнее с этим познакомимся. Текстовые блоки могут выглядеть вот так. Блоки с картинками можно расставлять вот таким образом, группировать информацию. Кнопки и ссылки могут быть, например. Кнопки и ссылки в виде колонок тоже структурированы. Это все, что я показываю сейчас, это с нашего портала, на духах, который раньше был с QR-кодом, на который можно перейти и посмотреть. Также можно размещать видео, например, из YouTube, из плеера, просто скопировать ссылку, и можно сделать либо вот такую сетку видео, либо одно большое на весь экран. И фото галереи тоже может быть такое, или это может быть много других. Дальше мы подробнее рассмотрим. В каждом блоке можно менять информацию, можно менять вот этот фон, который вы видите, ставить свою какую-то фотографию или картинку сюда. Есть настройки оформления текста. Для того, чтобы его изменить, можно просто кликнуть, и вам откроется вот такое меню. Либо можно менять через кнопку «Контент». Дальше мы очень подробно остановимся на этом. Изображения добавляются также либо перетаскиванием, либо через окно загрузки. Нужно будет нажать. Вот как раз второй способ добавления и редактирования содержания блоков. То есть можно было... Сейчас вернемся назад. Можно либо просто нажать, кликнуть, и как в Word или как в PowerPoint можно будет редактировать этот текст. Или же можно нажать вот здесь на кнопку «Контент» оранжевую. Откроется меню «Редактирование». То есть, в принципе, все то же самое, только более структурировано. И здесь же можно как раз-таки поменять картинку. То есть это более расширенное меню редакции этого блока. Сейчас, может быть, это все достаточно сложно звучит, но когда мы будем показывать непосредственно с самого сайта, это будет более понятно. Также этот блок можно настраивать, его отображение, вот эти отступы, тоже можно его делать больше, меньше, в зависимости от того, насколько большой нам требуется блок. Можно вот с помощью вот этой кнопки поменять его. Но обращайте внимание, что когда мы меняем блок, то вот это содержание, его придется вносить заново. Также существуют и настройки отображения, то есть мы можем менять отступы между блоками. Можем также настраивать анимацию. Если здесь, к примеру, у нас есть кнопки, то мы можем настроить, чтобы они немного подсвечивались, привлекали внимание, чтобы здесь элементы были более интерактивными, они могут вылетать, например, или появляться как-то определенным образом. Это все настраивается через вот эту кнопку. То есть если оранжевое вот это касается самого содержания, того, что у нас внутри, да, то есть вот эта фотография, например, и текста, который здесь написан, как он отображается, то, заходя в настройку, мы можем менять отображение блока. Также, если, к примеру, мы этот блок еще редактируем, мы можем, ну, допустим, вы добавляете какую-то информацию, хотите, чтобы она сохранилась в редакторе, но не была видна пользователя, мы можем его просто вот здесь, в этом меню выключить. То есть он вам будет виден, но когда пользователь зайдет на страницу, публикованную, он его видеть не будет. И также здесь есть инструмент управления самой страницей, ее можно просмотреть перед публикацией и опубликовать, то есть она будет добавлена. Все изменения, они сохраняются автоматически, но, в принципе, если вы переживаете, что у вас может прерваться соединение, то можно вот публиковать после изменения каждый раз страничку, и это будет точно сохранять. Когда вы создадите страницу с помощью таких блоков и нажмете эту кнопку, чтобы ее опубликовать, то появится публичная ссылка, ее можно менять, то есть можно здесь называть по-другому, там не пейдж, там, 161 и так далее, да, можно просто более понятно назвать, для того, чтобы было легче ориентироваться, потом добавлять их в меню, чтобы мы, прежде всего, сами могли ориентироваться более быстро в этом вообще. И основное, что стоит отметить, есть, я уже показывала, в личном кабинете можно перейти в такой вот справочный центр, и здесь по каждому из этапов работы, начиная вот с нуля, с того момента, как вы зарегистрировались, начального этапа. Здесь есть очень много подсказок и советов. Также есть видеоуроки, которые можно воспользоваться, если вам что-то непонятно, есть ответы на часто задаваемые вопросы, ознакомительный тур, полезные ссылки, видеогид и так далее. То есть информация ознакомительная очень много. Итак, переходим к практической части. Первое, с чего мы начинаем, мы создаем учетную запись. Для этого мы заходим на сайт field.cc и находим там форму регистрации, вводим имя, электронную почту, пароль, нам приходит письмо, из которого мы переходим в дальнейшую нашу учетную запись. Поскольку у меня учетная запись уже есть, поэтому я просто в нее захожу, и мы видим наш личный кабинет, где будет располагаться инструмент управления нашим сайтом. Здесь я уже переименовала, как нам нужно было. Вы тоже можете в настройках сайта добавить название, описание и ингоменное имя. То есть то, как будет он отображаться в нашей поисковой строке. начнем создавать страницы сайта. У меня, поскольку уже портал у нас функционирует, здесь страницы наполнены, а у вас будет первая страница начинается с чистого листа. То есть мы нажимаем «Создать новую страницу» и выбираем либо подходящий шаблон, их очень много, они все вот здесь представлены, как примеры. Можно нажать вот на плюсик и посмотреть, как он будет выглядеть. На что мы здесь обращаем внимание? Здесь мы обращаем внимание больше не на то, что написано, вот, например, там переезды под ключ или там какое-то кафе, например, да, ремонт. Здесь мы обращаем внимание на саму структуру. То есть мы смотрим, насколько более подходящая структура вот этого шаблона в структуре сайта, который мы хотим создать. То есть можно, например, выбрать какой-то шаблон и редактировать уже непосредственно блоки, представленные в этом шаблоне. Ну, конечно же, можно добавлять новые, можно создать сайт с чистого листа. Я рекомендую пока начинать с шаблонов и уже их редактировать. Так. У меня уже шаблон заготовлен более подходящий, но в принципе, я думаю, что суть понятна, то есть мы выбираем какой-то шаблон и уже будем его редактировать. Я сейчас зайду с вашей шаблон. И здесь мы также видим блоки, которые представляют собой такую структурированную информацию. Их можно менять. Каким образом? Можно менять их содержание, то есть нажав на кнопку «Контент» еще раз. Можно здесь менять, например, написать «Дворец творчества» в Момборгском районе. Здесь можно также управлять изображением текста, то есть сделать его курсивом или полужирным, добавлять ссылки, менять цвет и так далее. То есть, ну, этих возможностей их очень много. Фоновое изображение. Вот видите, здесь есть картинка на фоне. Его можно также изменить, то есть можно либо загрузить файл с компьютера, нажав на эти кнопки, либо вставить ссылку, если это изображение из интернета. Или здесь есть стройная библиотека изображений. Еще раз вот. Где можно либо ввести слово какое-то ключевое, либо просто вот из представленных подобрать, например. Допустим, вот это. И у нас меняется фон таким образом. Также, ну, это касается любого блока, в принципе, если здесь можно добавлять изображение, просто не везде эта возможность предусмотрена. И также можно менять настройки его отображения. То есть, вот, нажимаем настройки, можем изменять высоту. Допустим, мы поставим не 30, здесь, а 50. И у нас, видите, немного увеличилось. Поэтому все можно регулировать. Также можно сделать немного цвет рукой. Допустим, синий. Перепискиваем. И немножечко меняется тоже фон у нас. Также эти блоки можно добавлять. Допустим, вы шаблон этот отредактировали, и хотите не изменить блок, как я сейчас показала, а добавить какой-то еще. Как мы уже говорили, библиотека блоков Тильда, она довольно большая, под различные категории. Сейчас мы посмотрим, как можно добавить. Если вы обратили внимание, то есть, когда я листаю страничку, у нас появляется такой плюсик, серная линия, и опять же, вот эти инструменты дальше. Доправление каждым блоком. Сверху вот. Дальше, дальше мы листаем, и мы видим, что они появляются на каждом отдельном блоке. И таким образом, чтобы добавить новый блок, мы нажимаем вот на такой плюс. Еще раз, вот мы на него нажали, и нам открывается библиотека. Здесь вы видите очень-очень много различных групп блоков. Например, это может быть текстовый блок. Здесь видно примеры, как это будет выглядеть. Очень много. Это может быть изображение, галерея изображения, колонки. Также, если мы выберем вот здесь, например, преимущества, то здесь тоже можно размещать очень структурированную информацию. То есть, в принципе, можно не обращать внимания на то, что написано, допустим, услуги или там тарифы, допустим. Да, нас это может не сильно интересовать такие формулировки. Мы смотрим на саму структуру вот здесь. То есть, если нам подходит какой-то блок, например, из группы услуги, допустим, то ничего в этом страшного нет, если у вас там будет прописано не услуги, а что-то другое. То есть, это все можно менять. Также, не обращайте внимания на то, что здесь написано на английском. Мы можем просто кликнуть. Это первый способ, как мы можем менять информацию. Видите, тут можно удалить, написать что-то свое здесь, например, на любое слово. зависит от того, что мы хотим здесь отобразить. Либо мы можем, нажав эту кнопку, менять шапку блока, то, что написано в заголовке у нас. Описание, то, что если есть под заголовочку можно добавить. И карточки, это то, что представлено вот под этими иконками. То есть, каждую из них также можно поменять, выбрать подходящее изображение, можно даже ссылки здесь добавлять. То есть, если вы хотите, чтобы что-то здесь нажималось, например, приходили какие-то материалы, или найти здесь материалы, например, сделать вот таким образом. Статья, допустим, разработка для названия, здесь какое-то описание можно добавить, еще что-то. То есть, мы можем здесь добавить гиперссылки. сюда ссылку скопировать и при нажатии на иконку она будет отображаться. Соответственно, все эти изображения тоже, конечно же, можно менять также с этого меню. Их можно также либо скачать иконки и загрузить их, либо можно в самой библиотеке Тильды найти вот здесь их очень много разных. В зависимости от того, что мы размещаем, есть очень много различных видов. Отпустим документ, какая-то книжка и так далее. Вот мы выбираем и у нас они меняются как нам нужно. Если нам нужно удалить, то я сейчас и сделала, то мы нажимаем вот на кнопку удалить-удалить. Если нам нужно блок опустить или поднять, то это управляется так же кнопками вверх и вниз. Если нам нужно скопировать, то мы копируем так же вот этой кнопкой. скопируем. Ну собственно примерно так же как и в любом редакторе. И сейчас мы более подробно разберем как же составлен этот шаблон сайта объединения, из каких блоков он составлен. Первым здесь идет например блок обложка. Вот этот здесь просто мы уже изменили текст и изменили фоновое изображение. Далее идет блок который может пользователю сориентироваться то есть нажав на одну из иконок мы можем перейти к той или иной информации. Это блок из-за сделок услуги. Опять же не обращайте внимания на эти названия они просто довольно хорошо структурированы. карточки с появлением информации при наведении. То есть здесь даже есть пояснение к этим блокам чего они состоят. Далее можем например разместить карточку блок из раздела колонки то есть поместить допустим здесь вот такой вот блок где будет фотография объединения ее можно загрузить здесь поменять на необходимую нам нажав сюда допустим поставить какую-то свою фотографию дать описание вашей деятельности не занимаетесь своими объединениями можно поставить какую-то ссылку например перейти в группу вконтакте например добавить сюда ссылку для перехода или на какой-то любой другой сторонний ресурс то есть здесь все это можно поменять напомнить дальше например может идти информация о пенагогах здесь удачнее всего будет использовать блок из группы команда то есть здесь можно поставить фотографию например подписать фамилию мёд что какие-то награды здесь должность и так далее также можно добавить блок где разместить ваши достижения какие-то грамоты награды и так далее то есть для этого можно использовать так блоки из раздела услуги допустим в данном случае этот используем или добавить галереи изображений каких-то разместить это с помощью фотографий и так далее здесь опять же все это можно поменять например можно написать что мы рады мухам наших чашихся и так далее то есть на ваше усмотрение также можно добавить какие-то актуальные объявления с помощью текстовых блоков или блоков ключевая фраза можно добавить в какие-то яркие рамки чтобы это было более заметно и так далее можно добавлять разделы с вашими актуальными новостями из раздела новости из этой группы блоков здесь в данном случае используем блок поток можно добавить информацию о расписании есть специальная вкладка расписания и можно в любом удобном виде даже с фотографиями загрузить время занятий указать подоголу кабинет и так далее если эта информация необходима для размещения также в случае с сайтом объединения если на этом останавливаться то можно разместить такой раздел как часто задаваемые вопросы и ответы на них например если есть очень много вопросов которые вам часто задают вам уже надоело на них отвечать можно просто разместить эти ответы на вашем сайте допустим можно ли прийти в группу которая уже сформирована или еще будут вопросы которые часто возникают допустим у родителей можно просто разместить их здесь разместить эту ссылку например в вашей группе и таким образом вы сэкономите много времени чтобы просто одно и то же не отвечать ну и так далее тоже касается если вы делаете сайт который направлен больше на учащихся здесь тоже можно также все это указать здесь использован у нас блок из раздела преимущества то есть вот таким образом можно это все расположить только блок с цифрами галочками и так далее в данном случае используем вот этот колонки с цифрами в кружках также если вы создаете страницу объединения то можно добавить блок который будет ссылаться на ваши контакты социальные сети какие-то ресурсы которые будут полезны в вашей аудитории для этого например здесь я использовала также блок из раздела преимущества то есть здесь можно добавить допустим иконки этих ресурсов вот это я нажимаю и изменяю например можно добавить иконку вконтакте например если это ссылка на какие-то фотоматериалы то можно добавить допустим таким образом или логотипы социальных сетей к примеру youtube вконтакте и так далее можно вот таким образом добавить и здесь разместить сайт что это группа уже вот из этого меню добавить ссылку здесь ее разместить и таким образом при нажатии будет осуществляться переход также в завершении в принципе любого сайта будь то сайт для родителей для учащихся для педагогов можно добавить шоблок с информацией контактов то есть по какому адресу где проходят занятия как туда добраться контактный телефон если вы считаете необходимо его разместить либо адрес например электронной почты и так далее блок контактов здесь в фиренде он достаточно обширный то есть можно добавить абсолютно разными способами можно дать ссылки на социальные сети можно даже поставить карту Google или Яндекс о том как ее настроить можно подробно узнать в страночном центре делать это несложно просто сейчас в данном случае это не тема для данного занятия но это также удобно если вы рекламируете свое объяснение где-то то просто будет проще вас найти для того чтобы посмотреть как будет выглядеть вариант страницы для пользователя нам нужно нажать на кнопку предпросмотр раз попробуем таким образом если где-то вы настроили анимацию то она будет отображаться и все это будет отображаться в том виде в котором увидят пользователя вашего сайта можно вернуться обратно в редактор изменения сохраняются автоматически и когда вы полностью закончили работу на этой странице можем нажать кнопку опубликовать здесь ввести какой-то адрес например таким образом сделать ссылку сохранить и у нас появится ссылка на эту страницу также в настройках мы можем изменить здесь заголовок можем добавить описание которые нам необходимы адрес этой страницы остальных действий мы сейчас касаться не будем это более продвинутый уровень пока что это не требуется и если у вас возникают какие-то вопросы или вам требуется помощь во время создания страницы что-то вам непонятно вы не знаете как что-то добавить и так далее здесь есть либо вот такой вопросик либо вот кнопка помощь мы сюда переходим и перед нами открывается большой справочный центр с видеогидом с ответами на часто задаваемые вопросы и так далее то есть мы можем полностью ознакомиться еще раз с функционалом с возможностями этого инструмента можно посмотреть подробное видео можно повторить опять же как устроены эти инструменты как управлять блоками как управлять страницами и так далее то есть можно просто на этом остановиться более детально это поизучать также на примере уже готовой страницы рассмотрим о чем я говорила ранее можно добавить вот такой поиск по сайту это также добавляется из раздела другое с помощью вот такого блока то здесь нужно просто поменять на русский язык добавить будет подключаться поиск как по странице так и по всему сайту ну можно например познакомиться вот с содержимым уже готовой страницы для примера также между блоками можно добавлять для более четкого более четкого структурирования можно добавлять в такие разделители тоже очень много они разные обретную связь можно собирать и так далее то есть как мы видим возможностей этого конструктора довольно много в принципе редактирование здесь достаточно несложно и также когда вы зададите страничку сам конструктор вам дает рекомендации то есть если ваш блок можно как-то оптимизировать то вам даются такие подсказки что можно еще улучшить то есть вот таким образом строится работа с этим инструментом и так нам удалось познакомиться с основными функциями такого инструмента как конструктор сайтов тильда я надеюсь что после этой презентации вам захочется также создать свой сайт или портал какую-то страничку свою чтобы размещать там информацию и на этом моя презентация заканчивается я хотела бы пригласить вас в нашу группу ВКонтакте методическая служба ДДЮ там же есть и ссылка как раз таки на наш портал мы размещаем там очень много полезных материалов ссылок презентаций вебинаров и так далее ну и на этом моя презентация закончена спасибо за внимание здравствуйте сейчас все массово переходят на дистанционную работу педагоги да и не только и вот именно об этом поговорим с вами мы я на своих занятиях с ребятами журналистами использую сервис для онлайн видеоконференции Zoom и сегодня мы как раз таки обсудим все его возможности включая проецирование экрана демонстрация файлов возможность бесплатно задействовать до 100 участников длительностью конференции до 40 минут ну и так далее все подробности увидите в полноценном подробном ролике здравствуйте меня зовут Олег Мужков я педагог по журналистике дворца детского инического творчества в Санкт-Петербурге прямо сейчас я провожу записи или онлайн запись онлайн трансляции специально для вас занятия или конференции беседы ну как угодно можно это назвать из онлайн приложения Zoom которое я нашел где-то полторы недели назад в связи с сложившимися обстоятельствами вы все знаете что сейчас очень много людей практически все выходят на дистанционную работу кто может и поэтому вот в силу того что мы работаем с детьми хотя это не только с детьми которые на самом деле выходят на дистанционную нам пришлось адаптироваться к таким вот жизненным реалиям безопасности и так далее мы искали вместе в том числе с ребятами с моими они тоже предлагали разные сервисы с разным функционалом которых возможно проводить занятия нам не хотелось уходить на долгий карантин и обращаться с журналистикой и поэтому собственно мы приняли решение выбрать какой-то сервис и им стал Zoom были другие варианты всем знакомы Skype наверное кто-то может общаться ну в принципе даже через мессенджеры проводить какие-то групповые чаты и так далее но для нас был важен Discord кстати еще одно приложение из тех что вспомнилось на вскидку из тех что кто-то рекомендовал в общем мы пробовали выбирали из разного пробовали разные но в итоге решили остановиться на Zoom почему сегодня объясню я пробегусь по базовым функционалам для того чтобы могли собственно ознакомиться с площадкой это скажем так приложение которое можно скачать на компьютер на телефон в том числе это и веб-сервис с которым можно работать в процессе соответственно и поэтому чтобы с ним работать нужно его скачать в принципе вы можете на самом деле создавать видеоконференции для своих занятий там семинаров конференций онлайне и с телефона но на самом деле я бы посоветовал делать с компьютера и с ноутбука потому что если вы делаете с телефона сильно это еще функционал сегодня я расскажу какого и конкретно потому что в телефоне некоторых условно кнопок нет и возможностей функционала хотя возможно сделать конференцию онлайн то есть вы можете выйти в магазин и по дороге вести онлайн конференцию по телефону для кого бы то ни было для друзей для работы чтобы показать как непосредственно выглядит сама трансляция нам нужно быть в этой конференции не в одиночку поэтому мы сейчас войдем в конференцию прямо сейчас она идет и нам нужно войти для этого нужно ввести персональный идентификатор я это сделаю прямо сейчас на телефоне для этого нужно ввести персональный идентификатор конференции он есть у каждой вашей конференции он у вас генерируется автоматически когда вы ее непосредственно создаете сейчас я выйду в телефоне и здесь будет соответственно два Олега Мужкова которые будут одновременно в одной, да, вот вы слышали сейчас звук, то здесь появляется, соответственно, второй какой-то человек, и каждый человек это появляется, в основном здесь появляется звук. Для того, чтобы зайти в конференцию с телефона, вам нужно ввести этот номер, ну, телефон или с компьютера неважно, вам нужно ввести этот, как раз, самый номер на конференции, и тогда вы, чтобы вам слышать остальных, вам нужно включить звук на телефоне. Я вот сейчас прямо в этом онлайне показываю, как это происходит. Для этого нужно на телефоне нажать вызов с использованием звука через интернет. Да, это может быть по-разному. Слышите эхо. Сейчас выключу звук. Выключу звук на телефоне, там, где, собственно, конференция у нас вторая появилась. Выключу звук на телефоне, чтобы не было эхо. И, соответственно, для того, чтобы продемонстрировать, вы видите сейчас меня на двух экранах, на одном из них я, собственно, вам рассказываю, в эту камеру. На другом говорю, собственно, с телефона, как бы, как второй участник. Отключу от скайпа здесь, на самом деле, потому что ты получишь качество видео, хотя это, конечно, зависит от камеры, тоже от качества интернета, от качества соединения и так далее. Но, тем не менее, уже по опыту двух занятий под два, с половиной часа со своими ребятами, мы можем сказать, что качество соединения и качество видео здесь получим технически. Я сейчас хочу еще о чем рассказать вам. Для того, чтобы показать, как это весь функционал программы, нам нужно было подключиться, как раз, чтобы посмотреть, как видят это вторые участники конференции. Сейчас экран будет на две части. Здесь есть много достаточно, в принципе, базовых функций, которые будут достаточно уже для проведения занятий. Одна из них как раз является той самой функцией, ради которой я их, собственно, решил оставить. Например, Zoom, они используют Discord или какие-то другие. Но пройдемся сначала по основным. Итак, во-первых, это непосредственно трансляция видео или аудио. Во время трансляции видео вы можете работать как администратор, поэтому я и прошу, предлагаю, собственно, скачать, чтобы использовать весь функционал Zoom, скачать полноценную офлайн-версию для компьютера, а не использовать браузерную версию или телефонную. Здесь есть элемент управления администратором. Когда вы работаете как администратор, администратор конференции, автор конференции, вы можете, здесь есть элементы управления, вы можете включить звук аудиоустройства, того, с кем вы говорите, или выключить, наоборот, всех, чтобы пока условно 15 ребят вас слушают, вы могли непосредственно говорить, так, чтобы их звуки, даже не то, что они там будут болтать, это не только в этом дело, вы можете, собственно, просто, чтобы их шумы, если они кто-то выходит из дома, кто-то с улицы, чтобы они вас слышали, а вы их звуки, собственно, вас не отвлекали. И до этого есть функция включить или выключить звук аудиоустройства. Вы можете остановить их видео. Я сейчас отключаю видео, и кто-то появился на одной стороне, получается, я сам живу, но не вы моя фонка, которая стоит у меня автоматически там. Вы попробуем просить их включить видео, вы сделаете запрос, так скажем, до тех, с кем вы, кто у вас в конференции находится, и они, собственно, нажимают у себя на телефоне или на компьютере «Окей», если вы сначала его выключили, и, соответственно, видео снова, как вы сами не успели заметить, появляется. Дальше. Что здесь есть еще из функций? Здесь есть… Вы можете сделать организатором, кого-то из тех, кто тоже участвует, вы можете удалить из конференции или перевести в зал ожидания. Это вот из того, что вы можете изначально на простейшем уровне сделать с теми, кто у вас участвует в конференции с вашими. С детьми, с вашими коллегами и так далее. Вы можете открыть чат с ним и непосредственно с одним человеком и что-то написать. Вот чат мы напишем, один, один, один. Появился, собственно, чат, как сейчас вот может быть видно. Это частное сообщение. В чате вы можете выбирать, кому вы пишете отдельно, если кому-то одному нужно написать, причем, что Zoom позволяет, на самом деле, об этом еще не сразу сказал, Zoom позволяет в базовой бесплатной версии проводить конференции до 40 минут, до 100 человек. До 40 видео на экране одновременно. То есть для вас, как для организатора, сейчас вы видите на экране два видео, один из них организатор, другой гость, вот такой из телефона, здесь вот выходит. А в бесплатной версии вы можете говорить 40 минут, и на экране у вас таким вот образом будет до 40 человек. При этом, как бы, это не значит, что еще 60 куда-то пропадут, если у вас будет там 100 или 99. Это просто означает, что на экране одновременно могут висеть 40 человек, и 40 человек вы будете видеть, как это внезапно. А те, кто еще 60 человек, они непонятно пропадут, просто те, кто будет говорить, это будет появляться, соответственно, на экране, они будут меняться постоянно в таком полуавтоматическом режиме, меняться с меня друг друга на экране. И вот таким вот образом это будет работать, то есть все 100 человек, я, честно говоря, не пробовал 100, но я предположил 99, все эти 99 человек, они могут одновременно общаться в чате, просто те, кто говорит, на кого переносится камера, тот появляется на главном непосредственном экране. Значит, что дальше? В чат вы можете написать как одному человеку отдельно, вот так, у нас сейчас пока всего, к сожалению, двое, два Олега Мушкова, вы можете выбрать в чате, вот здесь вот выбрать, отправить сообщение конкретному человеку, как мы уже делали, или отправить всем конкретно, вот сейчас мы отправим 222 всем. И вот Олегу Мушкову частное, частное сообщение написало 111, а всем написало 222. И вот если вы напишете частное, видит только тот отдельный человек, к которому вы, собственно, обращались. Если напишете всем, выберите пункт всем, то, собственно, увидит непосредственно вообще всем. Вот. Дальше, что у нас еще здесь есть? Из настроек, из собственного звука, например, вы можете подстраивать какой-то конкретный микрофон, выбирать микрофон, и чтобы вот выбрать микрофон, вам нужно какой-то микрофон включить. Мне достаточно, на самом деле, писать со звуком экрана, и вот, собственно, я сейчас так и делаю. И этого, ну, для меня в целом это достаточно. Ребята меня слышат, все хорошо слышат, если вы пишете в тихом помещении, это одно дело. Если вы пишете на улице или еще, то, может быть, вам потребуется отдельный микрофон, это нужно тоже отдельно настраивать. Но возможность такая есть. Вы можете выбрать выход звука на микрофон, вы можете выбрать выход звука на наушники, если наушники непосредственно подключаются. Вы можете построить одно и другое одновременно, может быть, у вас наушники с микрофон. Вот. Здесь есть возможность тестирования. В меню, рядом с которым написано «выключить звук», вы можете включить собственный звук, если, например, хотите просто послушать, как работают ребята, или показать какое-то видео там с экрана, об этом чуть позже, и, соответственно, включить свой звук. Настройки звука, выключить звук компьютера, чтобы ничего с компьютера звукового не демонстрировалось, а только хотите там видео показать, чтобы личный звук не перебивал ничего. Ну, здесь очень глубокие настройки, на самом деле, сервер достаточно мощный, и в последние недели, говорят, у него сильно выросли продажи в мире. Кстати, о продажах снова отвлекусь немного. Как я уже сказал, 40-минутная бесплатная версия до 100 человек позволяет работать бесплатно до 40 минут. Если вы работаете один на один, как вот сейчас, Олег Мужков общается с Олегом Мужковым, тогда вот время не ограничено, опять же, и в бесплатной версии вы можете общаться сколько угодно один на один. Если больше двух человек общается, ну, включая организаторы, то есть, больше, чем один на один, тогда уже 40 минут ограничений стоит. Дальше. Значит, если вы хотите, и у вас есть, собственно, желание оплатить, например, снять ограничения, это стоит где-то порядка 14 долларов в месяц, где-то около 1300 рублей, ну, по нынешнему курсу, по крайней мере. Вы можете условно, если вы хотите попробовать, потестировать на месяц, вот так сделать, и снять ограничения, если у вас очень много людей. Если у вас занятие не дольше, например, 40 минут или конференция, то это делать, в принципе, не обязательно. Мы пока пробуем. Говорят, кстати, Zoom снял ограничения на то, чтобы на время эпидемии была возможность общаться больше 40 минут бесплатно. Ну, условно говоря, превратил базовую платную версию за 1300 рублей бесплатную. Я попробовал это в среду, в среду у нас с ребятами получилось общаться, собственно, 2 часа в онлайне без прерываний. В пятницу уже не получилось, поэтому это вопрос настройки. Я все-таки думаю, что нужно делать 40-минутные, если бесплатная версия с прерывами. Ну, мы отреписаны. Вы можете также убрать собственное видео, чтобы вас не было видно. Вот такая фотография, и меня теперь видно только здесь, вот с телефона непосредственно. Вот это видеоорганизатор. Включаем видео, возвращаем в сторону видео. Так, что здесь еще есть? Настройки видео, можете выбрать виртуальный фон, но это на самом деле, если у вас есть зеленый фон, тот самый вот этот хромакей, с помощью которого меняется задний фон, вы можете вот его поставить и поставить любой какой-то задний фон. Говорят, что педагоги так веселятся. Вот сейчас, я не знаю, видно это или нет, у меня здесь сейчас стоит мост на заднем фоне, но поскольку фон у меня зеленый, выглядит это очень, ну, мягко говоря, ужасно. Вот, вы можете вывести себя на орбиту, также планетную и так далее. Поскольку, как бы, вот, фон у меня не зеленый, то вы видите сейчас дыри такие в моем лице, я не буду на этом сильно дальше останавливаться. Но это тоже возможно, говорят некоторые педагоги, делают так для того, чтобы ребятам своим показывать какие-то географические объекты, ну, при помощи хотя бы фотографии. То есть они могут на задний фон себе повесить зеленый сзади и поставив на фон конкретную фотографию, можно поставить любую. На самом деле, можно выбрать здесь вот, выбрать виртуальный фон, можно добавить какое-то изображение конкретное, и условно находясь, ну, давайте представим, на фоне Биг Бена, например, показывать им, как выглядят условно стрелки. То есть приближая эту картинку и так далее. Это тоже же очень, на самом деле, круто, если вот нет возможности поехать в лад, можно и таким вот образом попробовать запустить эту историю. Так, в общем, фон вы тоже можете выбирать. Вы можете менять настройки видео с видеороликой камеры, общие настройки, также достаточно глубокие. Здесь можно запускать зум при загрузке Windows, использовать несколько мониторов, попросить выполнять подтверждение перед тем, как покините конференцию, показывать время соединения и так далее. Это общие настройки. Давайте продолжим посмотрим другие тоже. Сколько что касается звука, я уже сказал, микрофоны, наушники, демонстрации экрана, чат, артуральный фон, запись. Я вот сейчас записываю, собственно, это на видеоконференцию, чтобы вы можете посмотреть. И так далее. Записи сохраняются в формат MP4, насколько я помню. Здесь MP4 стоит, но это тоже можно настраивать. Профиль можно настроить, посмотреть статистику, отправить обратную связь разработчикам, посмотреть горячие клавиши, специальные возможности для людей с ограниченными, собственно, возможностями. И так далее. Расширенные настройки я сейчас лезть не буду, я просто предлагаю вам, собственно, попробовать, запустить, посмотреть и проверить все самому. Это очень, на самом деле, интересно. Мне очень даже понравилось то, как это выглядит с моими вот ребятами, когда мы поверяли это все. Так, едем дальше. На панели нижней, которая у вас в компьютерном приложении, в которой вы скачали основные компьютеры, есть следующая кнопка «Пригласить участников». Вы можете пригласить электронную почту, всем отправив, здесь есть электронное по умолчанию, гугловская почта, почта Yahoo. Вы можете копировать приглашение, на самом деле, и отправить на электронную почту, пригласить, и люди смогут, собственно, зайти в онлайн, версию браузерную, таким вот образом, дойти в вашу конференцию. Это тоже все равно настраивает. Следующая вкладка «Управлять участниками». Здесь у нас два участника. Олег Мужков-организатор и Олег Мужков-просто участник, собственно, конференции, я смотрю по разным камерам, видно, как на камере находится. То, что я говорил, уже можно сделать с участниками, я где-нибудь уже показывал, поэтому здесь тоже можно самостоятельно покопаться, просто нужно нажать на вкладку «Участник». Вот не все эти вкладки есть, на самом деле, в телефоне, если вы заходите в этот организатор с телефона, поэтому все-таки еще раз скажу, попробуйте сделать это с компьютера. Так, идем дальше. Есть еще достаточно много разных пунктов. Вот, например, реакции. Если вы задаете ребятам этот вопрос, спрашиваете, поняли ли они, и у вас 15 человек онлайн не сидит, и они на это время должны говорить, то это, конечно, будет огромная мешанина, катафония и так далее. Поэтому здесь есть кнопки реакции. Вы можете нажать, спросить у них, все ли они поняли, и просить их отреагировать с помощью реакции. Например, таким вот образом. Здесь видно, что у меня в окне появился значок вот такой вот непосредственно. Если это делать с телефона, это тоже можно делать. Вот здесь вот «Участник», если вы видите, теперь вот на экране, где гость, тоже появилась такая же вот реакция. Это точно такая. Здесь две реакции. Есть аплодисменты, вот такие вот. Как вы видите, у меня сейчас они у гостей тоже есть. Сейчас проверим, чтобы все протестировать. Да, вот появилась у гостя тоже такая вот. Но помимо того, что поскольку вы организатор, вы можете говорить, и не обязательно всегда может потребоваться реакция, такая или такая. У ребят может возникнуть вопрос. Можно, конечно, проговорить с ними этот момент, что вот наши дорогие друзья, давайте там ученики или там педагоги, коллеги, давайте вы будете нажимать там на кнопку вот такую, и тогда будет, ну, это значит, что вы хотите спросить. Но это, наверное, не очень очевидно будет, особенно если много людей, много нужно о чем сказать. Поэтому вот я сейчас записываю это видео прямо в онлайне, и, собственно, чтобы продемонстрировать все возможности, рассказываю, говорю практически безостановочно, и вот представим, что вот вы так же говорите, и у вас участник, как у группы из участников возникнет какой-то конкретный вопрос. Давайте представим, что вот мы говорим, и тут вдруг вы видите, как организатор вот такую вещь. Олег Мужков поднял круг. Это видно здесь вот в экране участника, которого появляется значок «Поднятые руки». Это очень удобно, и как-то вот буквально на прочной неделе, в среду, когда мы с ребятами тестировали функционал Зума, я что-то рассказывал как раз ребятам, по-моему, задавал вопрос другому. Тут вдруг в процессе у одного из ребят, мальчика, по-моему, Саша, появился вопрос. Я еще не до конца сам, когда я изучил Зум, и вдруг увидел, что Александр поднял руку. Я увидел это, и обратился к нему, и это помогло мне среагировать в моменте, соответственно. Он забыл свой вопрос, я ему ответил, и вернулся к другому ученику. Соответственно, это была у нас беседа, но когда я сам что-то рассказывал, теперь вот все ребята нажимают на эту кнопку «Поднять руку». Вы можете, сейчас пока рука висит, вы можете сами увидеть это и отпустить руку за него, или он сам, собственно, может отпустить руку. Давайте мы сейчас поднимем руку и опустим руку. Подняли, опустили. Вот таким вот образом это как для учеников, так и для взрослых людей, в принципе, достаточно удобная вещь. То есть, если вы организатором много говорите, как я сегодня, то вы можете что-то пропустить, а если вот таким вот образом у вас выводится на экране, то вы не пропустите какой-то конкретный вопрос. Его можно писать в чате, как я уже говорил, можно поднимать руку, задавать. Если вы отключили звук у других участников, для того, чтобы самостоятельно говорить, а их шумы фоновые вас не отвлекали, и их тоже не отвлекали, то поднятие руки и чат — это достаточно удобная история. Но на чат, например, можно отвлечься, или от чата, точнее, можно отвлечься и не увидеть, а вот поднятая рука выводится прямо вам на экране, куда вы непосредственно смотрите. Поэтому это очень удобно. Так, давайте дальше. Что у нас еще здесь есть? Есть такой пункт, как демонстрация экрана разных видов. Демонстрацию может осуществлять только один участник, это одна настройка, вторая — несколько участников могут осуществлять демонстрацию одновременно. Как правило, пока с ребятами мы тестируем это по возможностям моих, то есть я сам могу непосредственно демонстрацию вести. Но они, во-первых, в этом могут тоже участвовать. Сейчас покажу как именно. Но есть еще вкладка такая, что несколько участников могут осуществлять демонстрацию одновременно. То есть вы можете включить условно три экрана компьютера и 15 человек, а одновременно три человека будут на трех разных компьютерах, в трех разных странах, не знаю, континентах, что-то делать на своем компьютере, все остальные будут это видеть, а мы будем это делать только одновременно. Я сейчас не буду усложнять и покажу демонстрацию экрана со стороны организаторов, только с моей стороны. Здесь есть несколько базовых, базовая демонстрация экрана, и есть несколько таких вот элементов. Вы можете демонстрировать просто экран. У вас есть возможность показывать доску сообщений. Трансляция с iPhone или iPad, но не у всех, наверное, такой есть, поэтому не будем сейчас на этом подсектироваться. Отдельную папку, например, отдельный браузер, ну то есть отдельную какую-то часть. Можно отдельную часть экрана впоследствии. Сейчас я выведу просто экран для совместного использования и попробую вам показать, как это выглядит. Вот сейчас видно мой рабочий стол на компьютере, который я, собственно, демонстрирую. Зум сам по себе, вот у меня сейчас открыто, но вот чектора его не видно, а видно только рабочий стол, геройки и так далее. Вот сейчас я попробую открыть папку для того, чтобы показать, как это выглядит. Мы с одной из моих учениц пишем сценарий по документальному фильму по журналистике, про историю школы. Вот это фотографии, они в перевернутом виде, вот некоторые не в перевернутом. Ну, непосредственно, значит, здесь это все можно демонстрировать. То, что видите вы на экране, то видят и те, кто подключен к этой трансляции. Вот сейчас вот здесь видно, это мы расписываем лесную конскадровку фильма и так далее, и так далее. Вот, таким вот образом можно показывать фото, можно, например, открыть браузер отдельно. Это если вы показываете всю демонстрацию, можно открыть YouTube, что-то включить, какое-то видео открыть и так далее. Вот, что угодно. На самом деле, здесь можно открыть браузер, допустим, мы свернем, это общая демонстрация. Давайте мы закроем теперь это и вернемся, остановим демонстрацию и вернемся в общее видео непосредственно. Так, кроме того, что демонстрация экрана предполагает все, что вы делаете на компьютере или отдельную область, например, или отдельное приложение, здесь есть такой элемент, доска сообщений. В общем, обычная доска, в школе, интерактивная, интерактивная, не знаю, да, но в школе какие там доски, но здесь вы можете непосредственно, например, что-то писать. Это сразу видно. Вот, ребята все видят все, что вы пишете одновременно. Вот, они также могут с телефона заходить. Сейчас я возьму телефон и здесь вот тоже что-нибудь продемонстрирую. Непосредственно ребята тоже могут рисовать, писать. Вот, вы сейчас видите, я здесь рисую. Ну, ладно, это пробуем, сейчас очистим. Очистим все рисунки, если все пропало. Выбирает каждый из учеников на самом деле что-то у себя там и может что-то писать. Я здесь пишу, выбираю здесь элемент текста, выделяю его и пишу. Сколько будет 1 плюс 1? Обращаюсь к ребятам. Они у себя пишут. Ну, это самый простейший функционал на самом деле. Вот, просто для демонстрации. И обращаюсь, например, Саша, напиши ответ. Он пишет здесь вот так вот. Вот ответ 2. Пожалуйста. Конечно, очень грубо, но тем не менее, лучшая демонстрация визуально сразу, как это выглядит. Вот. И, соответственно, очищаем дочку. Вот, очищаем все рисунки. Здесь можно также ставить какие-то значки. Вот я сейчас ставлю стрелки, галочки. Если, например, он написал там 2, я поставил. Окей, хорошо. Вот. Все правильно. Или нет, ответ неправильный. И так далее. Вот, если ты наставил, что это неправильно. Таким вот образом реагирует. Все зависит от вашего непосредственного задания, которое нужно сделать. Здесь приличное число, на самом деле, можно рисовать в угоннике, в них что-то внутрь. Вписывать. И так далее, и так далее, и так далее. Вот. Она очень интерактивна. Сюда можно загружать много чего. Поэтому пробуйте, используйте в своей работе. Как у вас будет получаться, зависит от вас. Так. Остановим демонстрацию доски. И доска – это то, что я использую в меньшей степени, разве что, чтобы ребятам что-то продемонстрировать, и они могли что-то себе записать, зафиксировать, или там запись потом посмотреть и увидеть, что там будет. Чтобы это как-то было отражено, как на доске какие-то пункты, маркеры, там, какие-то непосредственно конкретные задачи. Едем дальше. Что у нас здесь есть еще? Демонстрацию экрана, наверное, мы закончили. Еще раз перечислю, что вы можете показывать весь экран. Вообще, что там у вас происходит. Можете какую-то часть экран, например, можете показывать эту доску, рисовать на ней, писать на ней. Можете показывать отдельные приложения, вроде браузера, там, или папки, или видеоклеера, и так далее. Настройки предполагают, что демонстрацию можете вести, как вы, так и кто-то из ребят непосредственно, ну, кому вы делегируете эти функции, если у вас условно 15 человек, и вам нужен помощник, который будет что-то еще показывать, сам тоже будет демонстрировать, будет вместе с кем, опять же, и для кого-то. Так, чат я уже рассказал. Запись, элементы записи, реакции тоже, вот мы уже все это посмотрели, видели разные реакции. Поднять руку элемент, это у тех, кто неорганизаторный, я еще раз на всякий случай покажу, как это выглядит. Поднять руку, вот поднял руку, бостер, мужиков, нажимаем, упустить руку, окей, мы его увидели. Так, с телефона вы можете не только проводить, собственно, снимать себя вот так, но если вам, например, нужно, чтобы тогда не что-то показать, вы можете переключить камеру, и вот вы видите, вот такое прекрасное пиаминное у нас стоит в кабинете, и потом снова вернуть, чтобы доказать, что у вас здесь, например, стоит пиамина, или показать, что вы идете куда-то и выполняете конкретное задание. Так, и самое главное из того, что мне нравится в Zoom, помимо того, что это как, наверное, просто, например, как Skype, видеоконференция предполагает делать, какие-то функции вроде там поднять руку, есть еще элемент опроса, его тоже нужно отдельно настраивать, если это вам необходимо. Он у меня пока не встроен, полноценно не проработан, поэтому я пока рассказываю как по базовой функции и предоставляю вам возможность самостоятельно покопаться в настройках и подстроить Zoom под себя. Но что мне больше всего нравится в Zoom относительно онлайн занятий дистанционных? Когда вы работаете с ребятами, я буду говорить о себе, работаю с ребятами на занятиях, у нас занятия часто распределены на из-за частей. Первая часть — это, как правило, теория, теоретическая часть. Ну, например, мы изучаем, что есть такое прямое включение, как работают журналисты, какая съемочная группа выезжает, кто работает из студии, кто работает в полях, прямом эфире, оператор, корреспондент, или студии работают на дедактор, режиссер и так далее, и так далее. Мы изучаем это теоретически. После этого я даю возможность ребятам, разделяя их, как правило, на группы, и они пробуют, практикуются непосредственно, выполняют какие-то комплектные задания. Но когда все ребята дома, что нужно, как можно, собственно, разделить так, чтобы они работали одновременно, никуда не потерялись, точно знать, что они вместе, точно знать, что они работают, и так далее, и так далее. Это, ну, казалось бы, это непросто, и мне казалось, что для этого необходим какой-то супермощный функционал в какой-то там очень дорогой программе. На самом деле нет, все просто, в Zoom, может быть, в каких-то других программах тоже такое есть, я не знаю, я пытался изучать, но вот в том же самом, в том же самой программе для геймеров, которую они давали здесь вот, на одном из семинаров. Я этого не нашел, хотя одна из учениц мне предложила использовать Discord, вот вспомню название Discord. Вот я там не нашел такой возможности, хотя в целом она очень похожая, очень удобная, очень приятная программа, но вот нет там такой функции, как есть в Zoom, которая называется сессионные залы. Что это такое? Это то же самое разделение ребят на паре, причем они точно между другу мешать не будут. Для того, чтобы разделить ребят на сессионные залы, нужно эти сессионные залы в этой же самой программе создать. Эту функцию необходимо включить в настройках конференции, когда вы ее еще создаете, и нужно включить возможность сессионных залов. Это тоже доступно в бесплатной сессионной версии. Вы нажимаете, когда у вас уже они включены, вы нажимаете создать сессионный зал и назначить участников. У нас сейчас вот здесь два участника, поэтому мы назначим единственного гостя, Олега Мужкова, который выходит с телефона. Мы назначим его вручную. Здесь можно автоматически, то есть трандомно, условно говоря, разбросать всех по залу. А можно это сделать вручную. Я, как правило, делаю вручную, потому что разбираю ребят по собственным ощущениям. Я считаю правильным это сделать и так далее. Вам нужно эти залы сначала создать. Вы создаете залы. У вас есть два сессионных зала. Во второй сессионный зал вы можете назначать... Ну, собственно, вот у нас сейчас два зала. Есть первый зал, есть второй зал. Вы можете назначить в сессионный зал участника, который, собственно, у вас находится. Сейчас это один участник. Я вот нажал сейчас назначить Олегу Мушкову в сессионный зал 1 и нажал «Открыть все залы». Как только мы это нажали, ребятам, которых мы назначили, каждого в свой конкретный зал, приходит уведомление. Вот здесь вот на телефоне мне сейчас пришло уведомление. Организатор приглашает вас в сессионный зал, в сессионный зал 1. Мы нажимаем «Войти». Что после этого происходит? Мы ждем пока... И теперь... Вот, да. Теперь остался здесь один участник на экране, а наш гость непосредственно ушел в свой сессионный зал. Таким образом, можно создавать залы по 2, по 5, по 10 человек или 10 залов по 2 человека, если у вас 20. И что при этом происходит? Вы остаетесь на главном экране, в главной комнате, так сказать, а те, кто непосредственно работают в своих залах, они работают так, что не слышат вас, не слышат других, тех, кто в других залах, и остаются, собственно, там, по парам, по тройкам, как это необходимо, вы сами решаете. И уже там тоже могут пользоваться всяким разным функционалом зума, то есть в зависимости от того, что им необходимо. Вот. Вы здесь спокойненько в главной комнате сидите ждете и можете сами, либо сами можете зайти, вот открыть сессионные залы и войти в сессионный зал. Либо, если вдруг вам это не нужно пока что, то вы можете включить, ну, вы можете, если ждать их в главном зале, но если им потребуется ваша помощь, то вот мы на телефонах, есть такая кнопка «Пригласить в этот сессионный зал организатора для поддержки». То есть, если кому-то требуется помощь, они нажимают и приглашают вас сюда, а вам приходит объявление, вот Олег Мушков в сессионный зал 1 и обратился за помощью. Здесь в сессионном зале номер 1 вместе, собственно, с гостем, на который мы пригласили, участник конференции. Они вас позвали, у них есть какой-то вопрос, вы зашли к ним на этот вопрос, ответили, обсудили, поговорили с ними, оставили их наедине, например, и взяли и вышли из этого зала, вернулись коллеги, опять же, педагоги, закончили задание, выполнили его, они нажали на телефоне кнопку «Уйти», вернутся в основной сеанс и пошли, вернулись в основной сеанс там же, где вы до этого, собственно, и работали, и работаете с ними дальше. Соответственно, примерно как-то вот так вот и выглядит. И это позволяет людям, условно говоря, вы в онлайне разделяете людей на кабинеты, комнаты, все, на те самые залы, и это предполагает им хотя бы возможность работать в парах, трех группах и так далее, выполнять подзадания, не теряясь при этом ниоткуда, не теряя связь с вами, как с конференцией, и так далее, и так далее. Вот, поэтому это прекрасная история, и именно благодаря соединенным залам я отказался от дискорда и сосредоточился на зуме, для того, чтобы вот давать ребятам, изучать с ними эту теорию, демонстрировать с ним с помощью демонстрации рекламы, какое-то видео, фото, браузер, там, с помощью доски набрасывать какие-то вот темы, пункты по этим темам, которые нужно изучить, зафиксировать, записать и так далее, и изучить с помощью доски эти пункты, проходить с ними теорию, после этого можно включать звуки по очереди, с кем-то все это обсуждать, можно с помощью реакции получать от них обратную связь какую-то, видеть, как они поднимают руку, если у них есть вопрос какой-то, вот Олег Мужков поднял руку, опустим ему руку, и так далее, писать что-то в чат всем или отдельно, вот напишем снова отдельно Олег Мужков, снова 1-1, а теперь напишем всем на конференции 2-2-2, 2-2, это все очень здорово, но, конечно, возможность разряд на сессионные залы работать в парах, а потом возвращаться и отвечать на последние задания, это для меня было самым крутым, и самым мощным, потому что, приведу пример тех самых ключевых включений, которые мы попадали в пятницу, это было задание, мы уже заканчивали тему, мы еще раз освежили память все видео с ключевыми работы журналистов, и я разделил их на тройки, и двое из них были ведущими из студии, а один из них был журналистом. Да, это была несколько бутафорская, конечно, история, поскольку все сидят дома, но, тем не менее, они втроем в сессионных залах готовили текст, двое ведущих представили корреспондента, корреспондент приходил к мое эфир из своей квартиры, рассказывал о том, что вот у нас сейчас карантин, мы находимся дома и так далее, это было очень весело, интересно, и в то же время функционально показывал действительно ребятам, как это нужно работать, вот, и ведущие приветствовали зрителей, передавали слово корреспонденту, корреспондент здоровался, отвечал, рассказывал о том, что происходит сейчас на месте событий, потом снова передавал слово ведущим, как говорят журналисты, мыслядым с развитием событий, коллеги, и потом ведущие принимали опять слово от него и возвращались обратно. И это все в формате каждый из ребят сидит дома и просто в сессионных залах подготовил текст, они вернулись сюда, каждый там продемонстрировал свое собственное прямое включение, такое вот подготовленное, условно говоря. Вот таким вот образом все это и сработало. Поэтому сессионный зал для меня это великолепная история и надеюсь вам мне тоже это помогло. Что ж, собственно, наверное, в целом все, я вот сейчас только покажу, единственное, еще один элемент, что в чате можно помимо сообщений также прикладать еще и файлы. Это могут быть файлы из Дропбокса, из OneDrive, из Google Диска или просто с вашего компьютера, если вам необходимо. Вы можете подключить Google Диск тоже или Дропбокс или OneDrive, например, чем вы пользуетесь, если из этого чем-то пользуетесь. Можете подключить прямо к Zoom тоже и дать доступ всем участникам и, соответственно, они могут туда закидывать, если у них есть Google Диск, или вы сами можете просто туда что-то кидать, в какой-то чат. возможности добавлять файлы, конечно, тоже очень важна. Вот мы возьмем сейчас, соответственно, и нажмем загрузить файлы и пришлем сюда файл, который я уже вам сегодня показывал. Это самое фото доски, на которой написана часть раскадровки рекомендационного фильма. Собственно, уведомления не всегда приходят, когда что-то, туда идти в чат, но если участники зайдут туда, они могут, соответственно, получить там какую-то ссылку. Также вот на Яндексе если мы возьмем, отправим ссылку. Сейчас вот я пришлю в чат ссылку на Яндекс. Отправлю. В чате она появляется. Соответственно, мы нажимаем на телефоне открыть ссылку и на телефоне у ребят появляется Яндекс и пока вот сейчас ребята ушли куда-то в другое место на телефоне, здесь видна просто фотография участника. Только они вернулись обратно, снова возвращается видео непосредственно. С настройками доступа еще нужно здесь копаться, потому что не все всегда понятно с первого раза и все-таки чтобы ребята могли пользоваться полноценными файлами, надо пробовать настраивать. Ну, нужно стараться настраивать, потому что все видели это. Вот у меня есть телефон, например, сейчас пока это не очень настроено, это пока не видно. Но ссылки работают очень хорошо и можно переходить по ссылкам. Я в конце каждого занятия для того, чтобы получить от них обратную связь какую-то. Пользуюсь также еще одним приложением для создания опроса. Вы можете пользоваться любым и кидать в конце занятия и кидать в этот чат ссылку на опрос по этому занятию, готовую собственно заранее. Они щелкают на нее, как правило, как мы делаем. Если у них ссылка появилась, я говорю, окей, все, там, Саша, до свидания. Саша на занятиях я просто в качестве примера это им привожу. Например, Даша, получила ссылку? Получила. Окей, все, кликай на ссылку, до встречи. Она выходит и кликает на ссылку, выходит из конференции и, собственно, мы прощаемся, она отвечает на вопрос в этом опросе. И все, коллектив закончен. Таким вот образом я с ребятами могу и теорию провести с помощью демонстрации экрана и раскидать их на сессионные залы и дать им возможность там с вами поработать и что-то продемонстрировать им визуально и в конце получить от них в общем, опять же, за итоговую работу и непосредственно получить обратную связь с помощью форм каких-то там опросников и, собственно, и все таким вот образом работает. В целом, это, наверное, все, что касается функционала зума. Я надеюсь, что это вам поможет, потому что, честно говоря, я сам совершенно случайно наткнулся на этот сервис, когда мы еще работали в офлайне, в смысле, непосредственно на месте работы. Мы тогда вот изучали, смотрели, что и как, и еще не было обязательно дистанционной работы. Я совершенно случайно в Инстаграме наткнулся на странице Михаила, журналиста и бывшего главного редактора телеканала «Дождь», писателя, журналиста Михаила Зыгра на видео, где его дочь отчаянно вот так вот тянет руку и в комментариях кто-то спросил у него, я сначала не понял, что это такое, она сидела перед ноутбуком и тянула руку вот так вот, очень рьяная и отчаянно, очень позитивная девочка, и это его дочка, кто-то в комментариях написал ему, через какое приложение они занимаются в школе, и Михаил ответил, что это Zoom. И я решил попробовать, это было, по-моему, два часа ночи, я решил скачать попробовать, и вот с тех пор я влюбился в программу, на самом деле, конечно, хотелось бы, чтобы наши занятия продолжались в клайм-режиме, встречаться с людьми, но сейчас, к сожалению, возможности вообще никакой нет, неизвестно, еще когда оно закончится, закончится ли этот академический учебный год, только в онлайн-занятиях может быть, надо к этому быть готовым, поэтому очень рекомендую для тех, кто ищет для себя приложение, сервис, программу, в которой можно проводить такие занятия с людьми, а не будут функциональными, использовать зону. Если у вас есть какие-то вопросы, вы можете через методическую службу обратиться непосредственно ко мне, и я вам расскажу, подскажу, мои контакты, я думаю, будут указаны, и вы, если хотите, я тоже здесь прикреплюсь, сейчас вот внизу, можете тоже мне написать ВКонтакте, в Телеграме, на электронную почту, в общем, обращайтесь. Я думаю, что этот сервис будет полезен многим, и, как я уже говорил, его продажи выросли на рекордных числах в мою последнюю неделю, но можно пользоваться, еще раз, бесплатной версией, поэтому пользуйтесь, наслаждайтесь, пробуйте, пробуйте, главное пробовать, и, ну, на самом деле, много раз слышал о том, что вот это очень сложно, это действительно сложно, это никогда не заметно, это реально занятие в полной мере, но, тем не менее, придумать что-то и попробовать с организовать что-то, особенно, вот для меня лично сессионные залы под настоящим открытием, всегда возможно, поэтому нет никаких проблем в том, чтобы придумать что-то в соответствии с теми условиями, в которых мы с вами все находимся. Удачи вам, пробуйте Zoom, и если вдруг возникнут вопросы, гуглите сами или обращайтесь напрямую ко мне, я всегда буду рад помочь. Всем всего доброго, выхожу из конференции как гость, и теперь заканчиваю конференцию, как и ее организатор. Спасибо вам за внимание, надеюсь, я вам не надоеду. Здравствуйте, сегодня я расскажу об опыте создания цифрового ОМК, о том, как его можно использовать в своей работе, каким образом размещать на гугл-диске документы и также как создавать QR-коды и каким образом можно их использовать также в своей работе. Сегодня я хочу вас познакомить с опытом создания цифрового ОМК на примере образовательной программы студия Флориаль. Цифровой ОМК помогает решить ряд задач и спрогнозировать ожидаемые результаты, примеры которых проведены на слайде. Также цифровой ОМК является средством обучения, содействует осознанию учебных тем, делает наглядные восприятия изучаемого материала, содействует закреплению познавательных и практических умений, способствует усвоению программного материала. Помимо этого, там же также могут находиться средства контроля, например, тесты и опросы, которые могут располагаться в различных формах, таких как, например, документы Microsoft Word или Google Форумах, а также, например, в приложении BookLab. Помимо этого, нам необходимо определенное ресурсное обеспечение, например, электронная почта с Google Диском, изображение QR-кодов и групповое объединение в социальных сетях, в которой мы можем располагать необходимые нам материалы. Сейчас на слайде вы можете увидеть, каким образом у нас выглядит на Google Диске наша папка с материалами и также QR-коды к ней. Каким образом мы создаем наш цифровой УМК? Например, создаем Google Почту или входим в уже имеющийся аккаунт. После этого открываем диск. Как его открыть у нас представлено на слайде. создаем папку и загружаем отдельные документы или папку в целом. Google Почта нам позволяет загрузить папку с уже имеющимися документами в большом количестве единовременно, что экономит нам большое количество времени, поскольку нам не нужно каждый документ сохранять отдельно. Основная задача это правильно и максимально точно распределить все внутри папок для того, чтобы в дальнейшем нам не нужно было перемещать что-то из одной папки в другую. Таким образом у нас выглядят загруженные папки. Проверяем загруженные документы для того, чтобы удостовериться, что все документы могут легко открываться и быть доступными для чтения. После чего копируем ссылку общего доступа и находим генератор QR-кодов. Я пользовалась QR-кодером, который располагается фактически первым в поисковике в Яндексе. Он достаточно удобен, поскольку он русскоязычный и им удобно пользоваться. в поле для текста мы вставляем нашу гиперссылку, точнее, мы вставляем нашу ссылку общего доступа и создаем код. То есть, когда мы сгенерировали наш QR-код, мы можем его скопировать как изображение и вставить в новый документ. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы в дальнейшем мы могли всегда им воспользоваться и при необходимости передавать его либо родителям, либо детям. Основная задача помнить о том, что обязательно нужно все наши будущие QR-коды обязательно подписывать, поскольку они внешне похожи, хотя каждый и является уникальным. Но для того, чтобы потом их не потерять, мы сразу их подписываем, что делает нашу работу в дальнейшем намного проще. Каким образом мы делаем опросы? Помимо опросов, уже привычных многим в Word документах или Google формах, я также использую такое приложение, как Google Lab. Google Lab позволяет создавать небольшие опросы, в среднем до пяти вопросов. И сразу мы видим результаты данного опроса. То есть, это может быть либо гистограмма, либо облако слов. Для учащихся, которые проходят данный опрос в своих мобильных устройств, это очень удобная и максимально интересная форма, поскольку они могут наблюдать за своими результатами сразу, например, на экране монитора или, например, сразу на экране. Что же нам дает цифровой ОМК? Цифровой ОМК, во-первых, является достаточно экологичной формой, поскольку экономит место и ресурсы, такие бумажные носители нам в данном случае уже в большом количестве не нужны. также это возможность диссиминации опыта, поскольку создав какое-то занятие, один педагог может его передать другому, и тот может включить либо часть занятия своего, либо использовать, например, какой-то опрос, который ему понравился у своего коллеги, и уже не разрабатывать подобный самостоятельно, что, опять же, экономит нам время. Также цифровой ОМК приводит к профессиональному росту и саморазвитию, поскольку пока мы его создаем, нам хочется что-то усовершенствовать, воспользоваться какими-то новыми формами, и таким образом мы опять же растем над собой. Также это способствует обучению в сотрудничестве экономии и экономии времени. Затратив однажды временной ресурс, мы экономим его уже в подготовке к каждому занятию индивидуально, что является достаточно удобным, на мой взгляд, в дальнейшем для нашей работы. Большое спасибо за внимание, надеюсь, моя презентация была полезной для вас. Добрый день, сегодня я скажу вам о том, как можно использовать сервис Google презентации в своей дистанционной работе. Этот сервис является крайне удобным за счет того, что имеет высокую интеграцию с другими сервисами Google, и в презентации вы можете использовать как ролики с YouTube, так и звуки с богатой фонотеки, которая представлена в открытом режиме. При всем при этом Google презентации являются распространенным сервером, он работает как на компьютерах, так и на смартфонах на любой операционной системе, поэтому ваши ученики могут пользоваться этим сервисом независимо от того, какие устройства есть у них на руках. Добрый день, сегодня познакомлю вас с интерфейсом сервиса Google презентации, который позволяет проводить вам дистанционные занятия в асинхронном режиме. Получить доступ к сервису можно несколькими путями, и первый из них это либо с фоновой страницы Google Chrome, либо же с сайта Google, нажав на 9 таких вот точек, которые символизируют все сервисы Google, выбрать в нем Google презентации. В этом случае у вас открывается интерфейс Google презентации, здесь вы видите все недавно открытые, если так настроить, все созданные вами презентации и те, к которым у вас есть доступ. Также здесь можно быстро создать презентацию либо пустым файлом, либо шаблоном. Гораздо более простой, на мой взгляд, эффективный способ это создавать презентации из-под Google Диск. В любом случае, если вы начали пользоваться Google сайтами, презентациями, документами, вам будет необходимо использовать и Google Диск, потому что все, что вы делаете, сохраняется в соответствующем облаке. Не забывайте следить за занятым местом. Из Google Диск вы выбираете необходимую вам папку, для того, чтобы впоследствии не терять этот файл, не искать его среди всех созданных документов. нажимаете на создать и выбираете Google презентации. По клику создастся обычная презентация в пустом шаблоне, по стрелочке вы можете выбрать либо уже готовый шаблон, либо точно так же создать пустую презентацию. Выбрав пункт создать пустую презентацию, вы сразу же видите интерфейс Google презентации и уже можете начинать с ним работать. Здесь есть все те же функции, которые присутствуют в любом офисном пакете, будь то Microsoft, будь то OpenOffice, но они все немножко спрятаны и где что находится, как раз таки сегодня я вам расскажу, для того, чтобы когда уже вы сами попытались этим сервисом воспользоваться, чтобы вы не теряли знали, где что располагается. Состав новой презентации вам сразу становится доступным выбор темы, и на самом деле тему можно менять в любой момент работы с презентацией по нажатию соответствующей кнопки. При всем при этом тема применяется как к выбранному в данный момент слайду, так и ко всем остальным слайдам. В зависимости от того, насколько тема будет тяжелая, применение ее можно занять либо больше, либо меньше времени. Если не требуется какие-то серьезные права к интерфейсу, тема применяется моментально. Если в теме используют тяжелые обои, может какое-то время также потребоваться. Основной наверное инструмент, с которым вам придется работать, это не что иное, как создание слайдов. Слайды добавляются по нажатию кнопки плюс. Если вы нажмете на плюсовую кнопочку, то у вас либо создается тот слайд, который вы сейчас видите, слайд с текстовой информацией, либо же последний вами использованный. По нажатию на стрелку вниз у вас открывается выбор типа слайдов и здесь вы можете выбрать то, какой слайд хотите создать. Титульный слайд вы видели. Так выглядит слайд раздела. Заголовок и два столбца. Удобен, если нужно что-то сравнить или же использовать его как изначальный шаблон для разметки, потому что абсолютно любой блок, который вы видите на слайде, вы можете удалить, кликнув на него и нажав кнопку удаления и на пустое место добавив какой-либо файл. Я обычно оставляю эту разметку и ориентируюсь на размер поля ввода текста для того, чтобы симметрично смотрелось картинка и текст, видеодокумент и текстовый фрагмент. В один столбец можно вставить документ большего объема. Если использовать видеоролик, это наиболее удобный фрагмент, потому что здесь будет как сопроводительная информация находиться, так и непосредственно ваш медиафайл. основная мысль заменяет тип слайда цитата в Microsoft Office и позволяет крупно отобразить то, что вы хотите сказать. Очень удобно, это будет центральным объектом на слайде, он сюда будет выделен крупно и действительно позволит внимание акцентировать. в разных темах этот слайд может выглядеть по-разному. Подпись удобен в том случае, если вы хотите добавить какой-то крупный медиа-объект, который займет все свободное пространство на слайде, но вам все равно нужно запроводить его информацией, что это такое, где вы это взяли. В целом все слайды понятны, нет ничего такого особо сложного. Зачем нужен пустой слайд? Ну, либо в качестве разделителя его использовать, либо для того, чтобы точно также разносить здесь большой медиа-объект. Сразу же за кнопкой добавления новых слайдов идут стрелки возврата, отменить шаг назад и вернуть то, что вы только что отменили. Кнопка печати, и да, действительно вы можете распечатать вашу презентацию и, скажем так, пройти в бумажную форму. Настройка копирования формата, если вам нужно сделать формат текста по какому-то конкретному образцу, масштаб, очень удобный, если вы работаете с несколькими мониторами или, например, с мониторами высокого разрешения, вы можете подстроить масштаб под ваш интерфейс и таким образом будет гораздо удобнее работать с презентацией. Дальше идет выбор кнопок действия, например, добавление текстового поля. если вы создаете текстовое поле на слайде с разметкой, то красными линиями будет отображаться подобие размеров с остальными элементами. Давайте, к примеру, вернемся в тот же самый слайд с пояснением. Начнем его создавать и вот видите, периодически у нас с вами меняется часть грани на красный цвет. Это означает, что данный элемент по размеру будет подобен какому-то уже заранее созданному. Работает не всегда четко, но если вам нужно, например, создать пояснение к текстовому блоку небольшой или добавить вот сюда информацию, если вы, допустим, добавили картинку на слайд информацию, где вы эту картинку взяли, это все довольно-таки точно работает и удобно к использованию. Вставка картинки помогает вам загрузить картинку как с компьютера, то есть то, что у вас уже было заранее сохранено, так и найти ее в интернете в специально открывающемся огне для того, чтобы вы не создавали новых вкладок и не теряли свою концентрацию на том, что вы сейчас делаете. Сразу же находим, выбираем картинку, которая нас устраивает и по двойному клику она добавляется в вашу презентацию, у нее создается свое поле, причем, если вы обратите внимание, она максимально центрируется, ну, так, чтобы это выглядело красиво и вам нужно было меньше времени тратить на дальнейшее форматирование презентации. Также можно добавить картинку с Google диска либо это будут недавно неиспользованные вами документы, я, к сожалению, недавно никакие картинки не открывал, либо вы можете загрузить фотографию со своего Google диска, ну, либо по вкладке доступные мне загрузить те картинки, доступ к которым вам открыли другие пользователи Google. аналогично происходят с Google фото, как вы знаете, у Google есть соответствующий сервис для хранения фотографий, картинок, и если вы портите смартфон на Android, здесь же вы сможете найти те фотографии, которые находятся у вас на вашем смартфоне. Точно также выбираете картинку и по двойному клику она добавляется в вашу презентацию. Это удобно, это опять-таки экономит время. Также можно ставить картинку по URL-адресу. Если вы заранее картинку нашли, скопировали ее адрес, то именно через данный интерфейс, скопируя сюда ссылку, она будет добавлена в вашу презентацию. И последний пункт снимок. Это не что иное, как добавление фотографии с вашей веб-камеры, если она конечно к компьютеру подключена. Также мы можем работать с фигурами. практически все фигуры, которые доступны в офисе, здесь присутствуют. Выбирайте фигурку, рисуйте ее, причем вы сразу же видите ее реальные размеры. И впоследствии сюда можно добавить текстовое поле. создав такой эффект комикса и создав то, что называется пузырем с текстом. Обратите внимание, в отличие от офиса текст создается на бесцветном поле. Это означает, что добавив его на картинку или же например как я сейчас сделал на фигуру, у вас не будет вокруг текста белого поля, то есть фон текста будет таким же как и цвет того объекта, на который вы в данный момент текст вставляете. Это опять-таки удобно и позволяет изжать лишнего форматирования. Следующая кнопка позволяет создать линии. По нажатию на кнопки у вас появляется возможность создать линию прямую. По нажатию на сноску вниз выбрать тип линии. Стрелки, угловые соединения, кривые, ломанные линии и даже при желании рисованные линии тоже можно добавлять. Причем они более-менее становятся обтекаемыми, то есть эффект рисования другие конечно сохраняется, но выглядит все красивее. Довольно-таки важный пункт внесения комментариев. он позволяет добавить любой комментарий к вашему слайду и комментарий этот прежде всего будет виден тому, кто открывает интерфейс создания презентации. То есть этот комментарий будет виден вам, будет виден тому, кто в данный момент времени открывает и редактирует вашу презентацию, но в режиме просмотра слайда отображаться не будет. если презентацию делает несколько человек, а у нас например есть опыт того, когда к презентации подключается педагог, подключаются ученики, все вместе делают презентацию, в комментарии можно вносить какие-то проблемы, какие-то предложения правок, и если правка была решена, педагог может нажать вопрос завершен, комментарий уходит, ну и это позволяет оптимизировать работу над текущими заданиями. Опять-таки, если ребята делают презентацию в асинхронном режиме, один утром, другой вечером, при помощи комментариев можно давать точечные задания и отслеживать, как они решаются. Дальше идет выбор языка, это меню удобно, если вы работаете с планшетой или телефоном, потому что на некоторых устройствах выбор языка реализован не очень удобно. В плане использования на компьютере никаких бонусов не дает. Изменение фона позволяет вам настроить точнее внешний вид вашей презентации, поменять цвет, причем обратите внимание, все меняется в режиме онлайн. Или, например, изображение, если вам есть что добавить. Ну, или же, если вам не понравилось то, что вы сделали, вы можете совершенно спокойно восстановить дизайн слайдов. И, в конце концов, фон можно применять не к каждой презентации отдельно, а ваши внесенные изменения распространить на все уже созданные слайды. Макет позволяет вам в режиме онлайн, если хотите, менять тип слайда. Вот сейчас был пустой слайд, переводим его в режим текстовый. Единственное, что здесь важно знать, понимать, если у вас были добавлены какие-то картинки, какие-то текстовые дополнительные блоки, скорее всего, к сожалению, вам нужно будет впоследствии самому менять формат этого слайда, потому что не все элементы умеют менять свои расположения при выборе другого макета. Но при всем при этом вы можете менять макет неограниченное количество раз, и в случае чего вернуться назад можно элементарно. Если у вас есть текст, введенный в текстовые блоки, картинка, добавленная в блок картинки, они будут сохранять свое местоположение и автоматически будут подстраивать под выбранный макет. То есть, повторюсь, закрепляются за какими-то местами только сторонние элементы, как фигуры, линии, текстовые блоки, которые изначально не были предусмотрены. Поскольку Google Презентации не знают, куда их нужно перемещать, и они стоят там, где вы их разместили. Но в любом случае это удобный механизм, и в общем-то можно, ну скажем так, потратить время на достройку презентации впоследствии. Как я уже говорил в самом начале, мы можем менять тему в абсолютно любой момент работы с презентацией, и обратите внимание, действительно, тема применяется ко всем созданным слайдам. Разные бывают ситуации, порой, допустим, приходим выступать в любую другой там дворец творчества, на любую другую площадку, и допустим, там стоит недостаточно хороший проектор, проектор с севшими лампами. Оперативно, без лишних, скажем так, нервов, можно поменять дизайн слайда, дизайн всей презентации, так, чтобы он был максимально виден на том оборудовании, которое вы имеете. Плюс ко всему, иногда бывает так, что была изначально одна идея для презентации, впоследствии идея эта преобразуется, и допустим, тот дизайн, который вы использовали изначально, уже не подходит. Волноваться не нужно, просто берем и меняем дизайн на тот, который максимально по-вашему подходит. Выбрать переход это не что иное, как анимация перехода между слайдами, и здесь же, если вы добавляете области анимации, эффекты к вашим блокам, будет располагаться настройка этих анимаций. Все предельно просто, но гораздо интереснее меню верхнее. Несмотря на то, что изначально оно кажется служебным меню, то есть меню, которое необходимо непосредственно для работы с Google презентацией, здесь есть несколько важных для нас вещей. Так как Google презентации является частью офисного пакета Google, и вместе с тем работать со всеми остальными сервисами, именно через верхнее меню мы можем добавлять медиафайлы в наш документ. И если изображение дублирует соответствующую кнопку, как и текстовое поле, то аудио и видео на панель вынесены не были. Это очень важная функция, поскольку звуки и видео очень часто используются в презентациях, и некоторые другие, аналогично Google презентации сервисам, попросту не поддерживают их добавление. Когда вы пытаетесь ставить аудио, вам предлагается вставка из вашего диска, точно так же предлагает ставить те документы, которые были доступны вам, были открыты другими пользователями, были приобретены вами в сервисах Google, почему нет. Ну и недавние, как и в случае с картинками, просто отображают те документы, которые вы недавно использовали. Вкладку недавние удобно использовать в том случае, если вы создаете несколько похожих презентаций. Вам не приходится искать среди всех папок нужный документ, вы просто выбираете то, что недавно уже использовали. Добавление видео реализовано еще более интересным образом. Здесь вы можете как вставлять видео с вашего Google диска. Здесь вы видите уже знакомый вам интерфейс. То есть, как вы видите, один раз разобравшись с вставкой картинок или звуков, впоследствии можете добавлять абсолютно любые медиафрагменты, потому что интерфейсы крайне похожи. Но, наверное, самое главное, что вы можете использовать видеоролики с YouTube. Да, не все видеоролики на YouTube будут открыты. Некоторые из них могут быть закрыты из-за правообладателей или, допустим, просто по желанию пользователя. Но, даже в том случае, если видео оказывается закрытым, к вам в презентацию вставляется заглушка, которая позволит открыть вам YouTube в соседнем окне Google презентации. Так, секундочку, сейчас я его все-таки вставлю. не подцепилось видео. Вот, видите, видео добавилось и в предпросмотре мы с вами сразу же видим, что данное видео недоступно по требованию владельца. И тогда в режиме просмотра у нас будет с вами отображаться заглушка, которая позволяет нам перейти непосредственно на YouTube и в параллельном потоке данное видео просмотреть. Это, опять-таки, очень удобно, потому что позволяет добавлять все необходимые медиафрагменты прямо в презентацию и ученики уже не будут бегать между разными вкладками, между разными ссылками. Нажали, перешли, посмотрели, закрыли, в юношеской презентации. Это все позволяет не растрачивать их влияние, их внимание на какие-то другие объекты, а значит, проводить рог гораздо эффективнее и быстрее. Также во вставках доступны те же фигуры, таблица, интерфейс точно такой же, как и в офисе. Ничего особо нового нет. При помощи боковых полей мы настраиваем размеры таблицы. Как вы видите, автоматически перестраиваются размеры колонок, размеры столбцов. Это все удобно, это все очень быстро. В случае с диаграммами нам доступен как выбор из заранее готовых диаграмм, которые вам нужно будет настроить вручную, так и мы можем вставить диаграмму, которая будет привязана к какой-то таблице, а значит данные будут автоматически подцепляться и добавляться в эту диаграмму. При всем при этом у вас есть подробное редактирование не только данных, которые в диаграмме находятся, но и ее внешнего вида, ее положение и размеров, позиции на слайде и даже коррекция цветов, как исходные цвета, так и выбор какой-то конкретной темы для данной диаграммы. Также можно вводить коррекцию, прозрачность, если вы предполагаете, что это необходимо, изменять яркость, для того, чтобы она была лучше видна на тех или иных фонах, ну и добавлять контраст, для того, чтобы цвета были более читаемыми. Опять-таки это позволяет лучше подстроиться под конкретный монитор, конкретный проектор, для того, чтобы все было хорошо видно и информация не терялась. ссылка позволяет вам добавить прямо в презентацию либо ссылку на поиск какой-то документ, либо же на конкретный слайд, что помогает вам делать такие адресные презентации тире игры, то есть ребята могут проходить по этим самым слайдам для того, чтобы найти ту или иную информацию, впоследствии возвращаясь к тому слайду, с которого они сюда перешли. В принципе это все основные функции данного сервиса. Он легок в усвоении, нужно потратить буквально 30-40 минут самому поднажимать на все эти кнопочки, понять где что находится и впоследствии сервис будет очень легок в использовании. Самый главный для меня его плюс заключается в том, что документ, который вы создаете, сохраняется в облаке. Доступ к нему можно получить со смартфона, с планшета, с компьютера на абсолютно любой операционной системе, даже на той, которая не предполагает серьезную работу, например, облачная операционная система. Вы не привязываетесь к расширению документа. На компьютерах есть такая проблема, что, например, у OpenOffice, у Microsoft Office, у Library Office могут быть свои форматы расширения и разные офисные пакеты могут открыть. Здесь такой проблемы нет. К тому же ваши ученики могут открывать данную презентацию, которую вы заранее создали не только с компьютера, но и даже со своего телефона. Я уже столкнулся с такими случаями, что у ребенка в семье компьютера нет никакого, но у ребенка есть планшет или телефон. И точно так же он открывает презентацию со своего планшета и ее использует. Это удобно, это мобильно и позволяет как проводить дистанционные занятия, так и в принципе оставаться нам актуальными. нужно использовать новые технологии, тем более, что детям они тоже интересны и в их глазах используя такие технологии вы тоже будете повышать и к себе интерес. Они будут видеть, что вы используете не только картинки, какие-то раздатки, но и современные технологии, это их всегда будет привлекать. Напоследок добавлю только то, что все изменения, которые вы вносите, они сохраняются, точно ничего не потеряется. При разрыве интернет-соединения будет доступна самая последняя ваша копия. Ну и наверное, что нужно сделать для того, чтобы презентация стала всем доступна, это открыть к ней доступ. Для этого нужно ее обозвать, дать название либо в соответствующем блоке, либо вы можете внести название в верхний блок, после чего вам будет предложено либо вставить адреса электронной почты и тогда ваша презентация будет адресно разослана конкретным людям. Либо же вы можете открыть ссылку общего доступа. И огромный вам совет обязательно включайте в расширенных запрет на редактирование презентации и если вам будет предложено обязательно включайте короткую ссылку. Я если честно не могу понять от чего это зависит. Периодически они предлагают сокращать эту огромную ссылку. Но периодически почему-то этого не происходит. Но если вам предлагают ссылку сократить обязательно это делайте. Потому что тот же например самый контакт очень любит часть ссылки обрезать и заменять ее на троеточие. Как несложно догадаться в этом случае меняется адрес вашей презентации и к тому что создали вы уже доступ не сможет получить никто. В этом случае сразу ничего нету нужно просто заново скопировать адрес и разослать его повторно. То есть презентация от этого никуда не делась. я желаю вам успеха в ситуации дистанционного образования дистанционного обучения ну и здоровья. До свидания до новых встреч. Здравствуйте тема моего сегодняшнего доклада проведение викторин с помощью таких онлайн сервисов как Learning Apps и Quizzes. Сегодня мы познакомимся с этими двумя сервисами с помощью которых можно проводить интересные викторины для учащихся и преимущество таких сервисов в том что можно не только разработать свои викторины но уже и выбрать из готовых имеющихся на онлайн сервисах всю статистику по ответам учащихся по тому какие ошибки они допустили педагог будет видеть в своем личном кабинете. Уважаемые коллеги мы начнем с такого онлайн сервиса как Quizzes ссылка перед вами Quizzes.com но прежде чем перейдем к конструированию заданий мы должны понять что такое Quizzes Quizzes это прежде всего веб-сайт веб-сайт для проведения онлайн викторин его можно использовать в качестве проверочной работы в конце каждого занятия или в качестве домашнего задания либо в качестве проведения интерактивных занятий все викторины проводятся онлайн для учащихся не требуется регистрация то есть в определенное время они заходят вводят код состоящий из цифр об этом мы поговорим позже код викторины они вводят со своих мобильных устройств либо с своего компьютера что тоже удобно что он адаптирован под мобильные устройства и они заходят в эту викторину и отвечают на вопрос отвечают они на вопросы двигаясь проходя их в своем темпе в своем режиме то есть это не зависит от их других учащихся если один учащийся ответил это не значит что все должны тоже ответить и вопрос уходит от других учащихся нет здесь вы только вы устанавливаете время 30 секунд 1 минута на раздумие на вопрос и он переходит к следующему вопросу вы при этом видите всю статистику по ответам то есть какие вопросы вызвали затруднения где учащиеся ответили неправильно где они ответили быстрее всего и таким образом вы смотрите всю динамику всю статистику чтобы следующую проверочную и следующее занятие на какие вопросы акцентировать на какие вопросы можно акцентировать внимание Хоть для учащихся, как я уже сказала, для них не требуется регистрация, а вот для педагога нужна будет регистрация, и с этого мы с вами начнем. Квизис – это англоязычный сайт, однако он переводится браузером полностью на русский, по крайней мере, все браузеры, с которых я заходила, они были переведены. Поэтому заходим на сайт kvizis.com. Нажимаем кнопку «Sync up» в правом верхнем углу или «Зарегистрироваться на русском языке». Вот так это видит, это перед вами, у меня все было на русском языке, поэтому я нажимала зеленую кнопку «Зарегистрироваться». Нажимаем ее, и у нас появляется окно «Добро пожаловать». Можно, конечно, зарегистрироваться с помощью аккаунта Google, если он есть, а можно ввести свою электронную почту. «Зарегистрируйтесь по электронной почте» и нажимаем «Следующий». Дальше мы должны выбрать роль, как мы будем использовать этот сайт. Мы, конечно же, педагоги, поэтому «As a teacher» мы педагоги, поэтому мы выбираем именно эту роль. Дальше следующее осталось в детали. Это заполнить имя, фамилию, придумать пароль и заглавие, поскольку это англоязычный сайт, поэтому здесь мы выбираем, как к нам обращаться. «Миссис», «Мистер», «Мисс» и так далее. Выбираем из этого, можно не акцентировать на этом внимание, и нажимаем «Далее». Все, мы с вами зарегистрировались, и перед нами появляется такая вот она, главная страница, интерфейс данной программы. Начнем мы с вами с того, что давайте попробуем найти готовую викторину на данном веб-сайте. Для этого вот у нас в левом углу «Найти викторину». И вот она перед нами, то есть вот они, викторина, математика, и мы листаем с вами дальше, и вот находим уже искусство, спорт, даже по спорту можно какие-то теоретические викторины найти. И выбираем любую викторину. Ну, вот давайте известные музыкальные образы в мультипликации. Что же у нас появляется? У нас открывается, да, для кого у нас? Для второго, четвертого класса. Ну, нормально. Вот. Давайте попробуем с вами разобраться, как онлайн играть. Вот мы онлайн хотим вот сейчас прямо сыграть с учащимися. Мы нажимаем «Play Live», то есть «Online», «Сейчас», «Жить». И у нас появляется вот информация, что 10 вопросов, и предлагается выбрать, как играть. Ребята будут играть командами, классические или контрольная работа. Но для обычных подходит классический, где в собственном темпе соревнуются индивидуально и получают удовольствие. Мы выбираем классический, и все, хост игра. Мы нажимаем, и все, вот этот самый код, который появляется, и который должны ввести учащиеся. И, соответственно, мы рассылаем этот код, чтобы они вошли. И ждем. А что же появляется, что должны делать при этом учащиеся? Учащиеся со своих смартфонов, с компьютеров. Они нажимают тоже в поиске «Quizis» и «Joint Game». Присоединиться к игре. Присоединиться к игре. Они вводят код, который отражается на экране, придумывают имя. При этом список всех зарегистрированных участников, он отражается у вас под фоном. И как только все дети добавятся, нажмите «Старт». И игра началась, и вы будете видеть все прохождение. И я добавила для вас фотографию, как это выглядит в классе, когда все заходят и прямо видят и соревнуются. Но это точно так же. Вот он, ваш компьютер, и все выглядит дистанционно. Итак, а сейчас немного мы с вами покажем, как это на самом деле происходит. Как это происходит? Итак, что видит учитель? Учитель видит код игры, а я уже непосредственно со своего смартфона, то есть вот он, мой смартфон, ввожу «Quizis» и «Joint Game». И передо мной вот появляется, что я должна ввести код. Я ввожу этот самый код, нажимаю «Присоединиться к игре». Я ввожу свое имя, вот имя Ксения, и начать игру. И все, я жду начала игры. Вот я появилась здесь. Вот он, один участник, я жду. Что видит при этом педагог? Педагог видит, что присоединилась Ксения, что присоединился один участник. Таким образом, ждет и нажимает «Начните». Он нажимает кнопку «Начните». Что видит, вижу я, как ученик. Вот мои вопросы, поскольку мы выбрали тему мультипликации. Поэтому Уолл Дисней и про его произведение. Вот видно, что я отвечаю правильно, неправильно. Мне все высвечивается. Видно, сколько мне еще осталось вопросов. Вот что я на два вопроса ответила. И при этом педагог тоже видит, что я ответила на два вопроса, и что я, к сожалению, ответила на них неверно. Вот. И по завершению игры, ну, я ее завершила досрочно. Вот они мои два неправильных вопроса. Педагог все видит. То есть, сколько, что. Самый сложный вопрос, то есть, насколько я там много времени потратила на него. Самый длинный, да, самоожидание, самый там неправильный, если это статистика по классу, потому что здесь второй, третий, да. И, соответственно, поэтому здесь выявляется статистика, сколько процентов там ответили неправильно на какой-то вопрос. Вот, таким образом мы провели вот такую интерактивную викторину из предложенных. Но можно создать свою викторину. Для этого мы возвращаемся и нажимаем «Создать новый тест». Перед нами появляется окно, куда мы должны ввести название этого теста и выбрать соответствующие темы, к чему он у нас будет относиться, будет относиться к истории, к искусству, к науке, к компьютерам и так далее. То есть, можно выбрать, можно выбрать другое. И нажимаем «Следующий». Все, я выбрала постановки Мариуса Петипа, выбрала, что это история и искусство. И дальше мы можем взять вопросы уже из готовых и добавить себе в тест, а можем создать новый вопрос. Ну, давайте попробуем создать новый вопрос. Все, перед нами появилось еще одно окошко, куда мы пишем вопрос, формулировку этого вопроса и варианты ответа. Что здесь еще можно? Здесь еще можно выбрать тип, то есть, один это или выбор из нескольких, и то самое настроить время, то есть, автоматически устанавливается на 30 секунд, но можно настроить другое. И нажимаем кнопку «Спасти». А, выбираем главный правильный ответ, иначе он вам не даст. От двух вариантов ответа до буквально нескольких, пяти-шести. И нажимаем «Спасти». Ну, к сожалению, просто не перевелся в английского как «Save» — «Сохранить». Вот мы нажимаем «Спасти». Все, наш вопрос появился. Чтобы добавить следующий вопрос, мы нажимаем «плюсик». И мы нажимаем, чтобы завершить тест, да, что мы его сделали, мы нажимаем «Завершить тест». Перед нами окно, он предлагает выбрать язык и предлагает выбрать этот класс. То есть, ну, для 8-го, 11-го поставлю. И на русском языке. И нажимаем «Сохранить». Все, наш тест появился. И «Play Live» мы уже разобрали играть онлайн. И можно также использовать как «Home Walk» на домашнюю работу. Для этого мы нажимаем и выставляем время для того, чтобы учащиеся могли в данное конкретное время зайти и пройти этот данный тест. Вот таким образом у нас работает куизис, достаточно интересно. И многие педагоги тоже используют его в своей деятельности. Возможно, он и вам тоже понравится. Посмотрите на него, приглядитесь и, может быть, тоже что-то найдете для себя. Найдете это самое простое. Мы с вами разобрали, как создать и как создать свое, и выбрать из готовых. Но, возможно, вы, если будете его пользоваться, то найдете еще очень много положительных сторон именно использования данного онлайн-сервиса. Следующий сервис – это Learning Apps. И здесь многие его уже знают, потому что в прошлом году на курсах мы с ним работали, непосредственно онлайн создавали, но кто-то присоединился к нам. Поэтому еще раз напомню, что еще есть Learning Apps. В чем же его отличие от Куизис и какие у него, поскольку это тоже онлайн-сервис для конструктора интерактивных заданий. Он позволяет создавать собственные тоже упражнения, задания, сохранять их в различных форматах, использовать тоже готовые, как и Куизис. И тоже здесь намного проще создать класс и записывать туда учеников. То есть вы самостоятельно их записываете, он сам, вы вводите имя, фамилию, и он сам вам дает им, генерирует для них логин и пароль. И он с помощью этого и класса, и Learning Apps, и самого сервиса, вы можете организовывать таким образом работу обучающихся. Но также мы входим, мы регистрируемся, нажимаем «Вход», «Создать новый аккаунт», вводим почту, придумываем пароль, и все. Итак, готовые упражнения, и вот перед вами вся тематика, и все, что можно, все перед вами, все готовые задания. Можно создать свое упражнение. И здесь, прежде чем создать свое упражнение, он вам предоставляет форму. И как раз вот это самое отличие Learning Apps от Куизиса, потому что Куизис больше все-таки тестовые такие задания, и чтобы они выбрали там из нескольких вариантов ответа, то Learning Apps – это просто палитра форм заданий интерактивных. То есть здесь вы найдете совершенно разные. Здесь есть и игровые, здесь есть действительно не только на репродукцию задания, но и какие-то более творческие задания, на подумать, так называемые задания. Ну, например, «Найди пару, установи соответствие». Он, прежде чем вы будете создавать, он вам покажет несколько примеров, вот они перед вами, и вот создать новое приложение, куда вы свои картинки загружаете, соответственно, делаете их правильные ответы, соединяете, а уже он их в режиме онлайн будет их генерировать. Вы можете сделать классификацию, для них хронологическую последовательность. Можете проверить терминологию, то есть как они усвоили какие-то основные термины из вашей области. Вы можете также, да, для терминологии сделать кроссворд, а также вот то самое поле игровых больше технологий. Это игра, кто хочет стать миллионером, скачки, где они могут играть в одиночку, играть с друзьями, пригласить. И также виселица, где они будут предлагать буквы, угадывать эти слова. То есть такие достаточно игровые формы. А что касается создать классы, вот они находятся все в этой же панели, где мы выбирали упражнения, создавали свои упражнения. Вот они, мои классы. Вот он создает новый класс. Вот он, мой десятый, пока что нет учеников. Вот она, статистика вся. Вот она, папка класса. То есть готовое задание можно загрузить в эту папку. Вот, заходим в класс, и вот они создать новые аккаунты для учеников. Вот они, пригласить. Если мало ли кто-то из ваших детей уже там зарегистрирован, то просто пригласите учеников. Вот она вся статистика, вот она папка. Еще раз обращаю ваше внимание на то, что этот сервис, у него можно выбрать язык, он на русском языке, так что не пугайтесь, если что-то незнакомые буквы. Вот. Таким образом, здесь вы тоже можете посмотреть и статистику по заданиям, и здесь она сохраняется, и при желании вы ее даже можете выгрузить, сохранить в формате Excel, в Microsoft таблице Excel, и что тоже достаточно очень удобно. Уважаемые педагоги, я надеюсь, что данные сервисы будут для вас полезны, что вы откроете для себя что-то новое, возьмете что-то себе на вооружение, в помощь. Это вам поможет при организации и дистанционных занятий, и просто разнообразие ваших заданий. Я надеюсь, что это было для вас полезно. Спасибо за внимание. Уважаемые педагоги, сейчас мы с вами рассмотрим, как же создать с помощью Google Сайт свой персональный сайт. Это бесплатно, и для того, чтобы пользоваться любыми сервисами Google, нам необходимо с вами будет зарегистрироваться, потому что чуть позже я вам также расскажу, как создать Google форму, и для чего она, и какая польза для именно педагогов, для обратной связи и для каких-то тестовых заданий. Итак, нам нужно создать свой аккаунт в Google, поэтому шаг первый – регистрация. Переходим на сайт google.com, нажимаем кнопку «Войти», и ниже мы нажимаем «Создать свой аккаунт». Появится форма для регистрации, мы вписываем, как нас зовут, придумываем имя, пароль, вводим дату рождения, и ставим галочку обязательно напротив условия использования и политика конфиденциальности, и нажимаем кнопку «Далее». Далее, чтобы создавать Google сайты, формы и документы, мы должны перейти на диск. Для этого диск – это хранилище, хранилище всех ваших документов. Поэтому вот наша почта, видите, вот аккаунт, и здесь есть такие квадратики. Мы на них нажимаем, и у нас разворачиваются все сервисы Google. Нам нужен Google диск, поэтому нажимаем на него. Вот перед вами открылся мой диск, и на диске будут храниться вообще все ваши файлы. Поэтому мы нажимаем кнопку «Создать». У нас вываливается еще одно окошко, где мы можем съедать документы, таблицы, презентации. Позже еще мои коллеги об этом попозже расскажут. Формы, о которых мы попозже поговорим, и вот они, Google сайт. Ну что же, мы нажали, что «Создать сайт», и вот она перед нами, наша главная страница. Что же здесь можно делать? На первой странице мы можем выбрать макет для записи с картинками, с записями, как будет располагаться изображение. Мы можем выбрать текстовое поле, чтобы просто написать текст. Не забудьте обязательно указать ваше название сайта и обязательно выбрать дизайн страницы. Дизайн страницы может быть совершенно разный, перед вами откроются все варианты использования. Какие только можно, какой только можно использовать шрифт. Фоновую страницу можно сделать совершенно разной. для этого нужно вот нажать на такую палитру. Далее мы можем выбрать несколько страниц и их группировать так, чтобы было удобно. можно сделать иерархию, можно убрать, добавить и делать тот материал, который не поместился на главный. Таким образом делать подстраницы. Вот. Добавить подстраницу. Вот она у нас появилась. И вот она у нас есть. И вот она у нас есть. Можно сделать расположение меню навигации. Важно помнить, что любые документы, которые мы будем загружать на сайт, нужно сперва загрузить на Google Диск. Вот что мы можем вставить. Мы можем вставить документы, презентации, таблицы, формы и диаграммы. Ну, что же такое форма? И как с ней работать? Вот она, форма. Благодаря Google формам вы сможете проводить опросы, собирать полученные данные в таблицу и тоже совершенно бесплатно. Это может быть форма как обратной связи, рефлексия после какого-то мероприятия, после вашего занятия. Также это может быть просто опрос, опрос родителей, опрос учащихся. И это может быть также тест. Вы собираете ответы на конкретные вопросы. Чтобы его создать, мы возвращаемся на наш Google Диск и нажимаем кнопку «Создать». Мы раскрываем «Еще» и идем в Google форму. Мы можем создать пустую форму, то есть свою, а можем использовать шаблон. Нажимая кнопку «Использовать шаблон», перед вами откроются те формы, из которых вы можете выбрать подходящую. Просто листайте вниз. Ну а нажимая кнопку «Создать пустую форму», перед вами откроется шаблон для заполнения. Итак, где слова «Новая форма» мы пишем название. Какое же у нас будет название, что мы хотим сделать. И оставляем описание, то есть что мы хотим узнать, что предстоит узнать и так далее. И вводим первый вопрос. И добавляем варианты ответов. Но здесь мы можем очень много выбирать варианты, характер ответов. Какие же они у нас могут быть? Это же может быть развернутый ответ, где вам, ребята, будут что-то писать письменно. Мы можем сделать тестовый режим и выбрать один из списка. А можем выбрать несколько из списка. Также очень интересен шкала. Вариант шкала можно выбрать для последнего блока рефлексии. Например, какую бы вы отметку себе поставили по шкале от 1 до 5. И ребята выстраивают на этой шкале. Шкала может начинаться с 0, 1, заканчиваться целым числом от 2 до 10. И вы можете указать значения для начала и для конца вашей шкалы. Также очень интересные варианты ответов, которые могут собираться, которые они могут выполнять. Это сетка «Множественный выбор», где ваши респонденты выбирают один из вариантов строки. Вот так это будет выглядеть, если вы выберете вариант «Сетка». Соответственно, они могут выбрать, как часто, например, они что-то используют, что им больше нравится делать, заменить здесь слова, что нравится или не нравится. И таким образом они вам отметят, и вы будете видеть всю ситуацию, которая происходит у вас в группе. Чтобы добавить следующий вопрос, нужно нажать просто на плюсик. А для того, чтобы собирать ответы, чтобы посмотреть, нужно нажать на кнопочку «Ответы». И вот ваша сводка по каждому вопросу. Но можно их собрать в таблицу, в Google таблицу. Для этого нужно нажать вот на такой значок «Таблица». Перед нами откроется окно, и нам нужно уже выбрать новую таблицу, создать новую таблицу. И вот она, таблица, с ответом перед нами. И что удобно, ее можно скачать в файл, скачать в Microsoft Excel и выбрать формат. Здесь может быть не только Microsoft Excel, но можно сразу скачать PDF. Вот таким образом вы можете создавать с помощью простых Google сайтов и Google формы, создавать свои материалы, хранить свои материалы, что немаловажно. И общаться, держать обратную связь через Google формы с педагогами, с родителями и с учащимися. Спасибо за внимание.